Главный редактор — это необязательно пишущий человек. Они получают очень маленькую зарплату. У них прям принято мочить, оскорблять людей. В контексте всех событий, которые сегодня происходят, это все, безусловно, не суперважно. Твой гардероб, как ты выглядишь. Вадим Галаганов, твой близкий человек. Он сам ушел, никто его не увольнял. У меня не получилось, я вынуждена была уйти. А меня? Что-то позитивное. Вы можете мужа увезти. Я говорю, господи, наконец-то какая-то хорошая сплетня. И когда мужчина меняет женщин, тебе кажется, ну я-то другая. Ну со мной-то так он не поступит. Поступит. Я даже не заплакала, мне было уже просто все равно. Сережа, прекрати так смотреть на Катю. Ух ты. Знаешь, обещанного три года ждут. Я иду медленно, но верно. И как ты знаешь... Не с пустыми руками. У нас есть традиции, если что, кто не знает. В баню ходить, конечно, тоже. Ну и по утрам иногда выпить просек. Да? Я предлагаю открыть. Какой-то новый просека, кстати, мандора. Мелиземата, между прочим. Вот такое название. Катюша, ты веришь в меня? Только не плюс-то. Пожалуйста, я в тебя верю. Ну что? Практически Новый год. Так, налей. На, по чуть-чуть. Во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво. Красиво. А во-вторых, это вкусно. Люстра об этом очень не знает. Я знаю, что ты любишь порядок. Ни одна люстра не пострадала. Ох, ну ладно. Катюш, я знаю, что у нас сейчас будет наш завтрак. Короткий. Но встретимся мы с тобой во второй половине дня и договорим. Но я не могла не дойти до тебя, потому что я к тебе шла. Правда, мне кажется, ну не один год я здесь. И я наконец-то доеду до вашей дачи. Вы сегодня такой эксклюзив получите. Смотрите нашу программу, и вы увидите, с кем приезжает Катя к нам на дачу. Плюс один. Давай, Катя. Ура. Спасибо, что пригласила. Давай поговорим все-таки про работу и про то, как этим людям, к которым мы, кстати, имеем тоже непосредственно отношение, живется просто, да? На первый взгляд, такие все всегда красивые, такие все гламурные, утром пьют шампанское. А по сути, это все же не так просто, да, Катюш? Да, мне кажется, вообще люди с трудом понимают, а что мы фактически делаем, да. И нужно ли это? Нужно ли или нет, это очень такое, в контексте всех событий, которые сегодня происходят, это все, безусловно, не суперважно. Твой гардероб, как ты выглядишь, но это сейчас, мне кажется, вообще стоит на последнем месте. Кстати, мне ровно вот вчера написала журналистка из Нью-Йорк Таймс, она на меня подписана. Привет, Катя, как дела? Мы давно там не виделись, я там как дочки. Я бы хотела сделать с тобой интервью, мы пишем статью про потребление люкса. Можешь мне рассказать? А она знает, что ты живешь в России, да? Конечно, конечно. Как сейчас русские потребляют люкс, что покупают, как много? Я говорю, знаете, мне кажется, это совершенно неважно. Мне кажется, сейчас абсолютно, по крайней мере, мне точно не до люкса. И остальным сейчас люди в депрессии, в тревогах и не понимают, что делать дальше. Я бы не хотела участвовать в вашей статье. Я прекрасно понимаю, что бы я ни сказала, это все выкрутится, перевернется, да, в то, чего нет на самом деле. Когда речь заходит о подарках, люди делятся на три типа. Первый четко знает, чего хотят и легко составляют виш-лист. Это я. Вторые имеют увлечения, зная о которых легко выбрать подарок. Например, мой муж Сергей коллекционирует винил. И классная пластинка всегда будет ему отличным подарком. А к третьему типу относятся любители фразы «мне ничего не надо». Но я знаю одно – положительные эмоции нужны всем. И универсальный подарок существует там. У меня в руках классная идея подарка для любого случая. Внутри подарочный сертификат от Кова на отдых в интересном загородном отеле России. Когда и с кем, и в какой отель отправиться, получатель решает сам. На выбор десятки необычных отелей, домиков и шале. Они могут быть посреди леса, у озера или даже на дереве. Большинство из них находятся вокруг Питера и Москвы. Остальные расположились на Байкале, Алтае, Сочи и других уголках страны. Определиться будет непросто, но на это есть два года. Посмотрим, как это выглядит внутри. Конфетки и какой-то волшебный конверт. Что, интересно, мне досталось? Две ночи в одном из загородных отелей вдали от городской суеты. Но это то, что мне нужно. Это волшебный подарок. Сертификат может быть как на двоих, так и на всю семью. Упаковка, кстати, ручной работы. И можно выбрать на свой вкус. А для тех, кто не может ждать, есть электронный сертификат. В общем, если вы искали подарок, с которым сложно промахнуться, то это тот самый вариант. По промокоду «Свет» у вас будет скидка 1000 рублей на покупку любого сертификата от Кова. Действует с 24 декабря по 7 января 2023 года. Переходите по ссылке в описании и дарите близким приятные эмоции. Слушай, а вот, извини, я сразу, о наболевшем. То есть тебе позвонила твоя знакомая журналистка из очень уважаемого издания. И ты засомневалась, насколько это будет вовремя, корректно, в каком контексте будут звучать твои высказывания. Это при том, что люди, ну, мегапрофессиональные и топовые. Но у нас-то вообще полный беспредел, лично и я. У нас вообще новая форма вот этой новой журналистики, да, которая просто оскорбляет людей, ужасно пишет о каких-то героях. Вот я попадаю, то есть если я не хочу делать пиар каким-то площадкам, да, телеграммой или там сайтом, у них прям принято мочить, принято прям оскорблять людей. При этом очень аккуратно, потому что они знают, что если вот где-то перейти, то тогда подтянутся юристы. То есть они это делают даже не от эмоций, а достаточно безжалостно, хладнокровно. Но вот этот новый формат, вот эта называемая новая журналистика, и больше всего, что меня поражает, что эти люди вокруг нас, они могут сидеть со мной рядом за столом где-нибудь на каком-нибудь ивенте, потом идти домой и строчить какие-то гадости, да. Вот как к этому относиться, Катюша? Ну, мне кажется, это даже не новая форма журналистики. Это вообще тенденция нашего времени и соцсетей. Это в России или вообще везде? Это везде. Ну, если мы помним историю с Мирославой Думой, это, наверное, самый большой кейс по отмене человека, да, и как там все подключились. Причем, безусловно, во всем есть 50 на 50. То есть человек, безусловно, сам сделал ряд поступков, да, которые привели к тому или иному как бы результату. Вот. И мы должны нести ответственность за то, что мы говорим, думать, что мы говорим. И это более взрослая позиция. Что-то думать прежде чем ты делаешь, да. Но я знаю, что в ее отмене участвовало очень много людей, которые были просто у нее обижены. Это причем коллеги зарубежные. Я сейчас не буду называть фамилии, но из очень больших глянцевых журналов. А как можно было обидеть? Ну вот, у них были свои какие-то там дела, я не знаю. Может, невыплаченные гонорары. Я не знаю. Я точнее знаю, но не хочу даже это вспоминать. Но эти люди просто настолько в этом грамотно. И как это все. Я даже эти скриншоты делала. Думаю, боже, как они это бум-бум-бум. Прям все вот тут нашли, перевели. Тут же подвели. И это сейчас вообще огромная, я считаю, проблема. Это буллинг. Потому что, с одной стороны, соцсети дают тебе подтверждение. Ну, например, человек, неуверенный в себе, выкладывает в себя полуголый и получает много комментариев. Ты такая красивая, худая, секси. И тебе кажется... И ты в этот момент подпитался энергией. Безусловно, это бизнес. То есть, если тебе бренд заплатил за пост, и ты на этом зарабатываешь, это другое. Но чаще всего люди это делают просто потому, что им не хватает внимания. Элементарного человеческого, если все помним, прекрасный фильм «Не любовь». Все там, в этом фильме. И этот, кстати, фильм я сейчас в этом году стала вспоминать. Что действительно, так как там живут. Помнишь, да? Да, я не люблю этот фильм. Я тоже не люблю. Для меня очень жесткий. Ну, как не люблю? Это большой режиссер, великий, любимый ему один из любимейших современностей, звягинцев. Но для меня этот фильм такого отчаяния. Вот. Что мне просто после просмотра на премьере захотелось... Так большинство людей так и живут. Им вообще на друг друга все равно. Они живут каждой своей жизнью, они не интересуются. И я делаю такие ошибки. Маша вчера, например, она мне что-то рассказывает. Дочка, да. Я говорю. Машуль, послушай меня. Давай. Она говорит. Мам, нет, это ты послушай меня. Я тебе рассказываю. И я хочу, чтобы ты знала детали. Я сижу, думаю. Кать, ты сейчас не права. Ты почему ее перебиваешь? То есть я уже готова ей была дать совет. И я его тот же ей дала, что и в начале. Но я даже ее не выслушала. Я с позиции взрослого человека сразу стала ей давать умничать. Понимаешь? И так мы все живем. Большинство. Я не... Ну, как бы очень... Невнимательно друг друга. Невнимательно. И действительно, и любовь. То есть мы, в первую очередь, мы не любим сами себя. А потом уже окружающих. Поэтому, с одной стороны, соцсети, это когда ты получаешь огромное количество энергии от незнакомых людей, от знакомых, которые тобой восхищаются, ставят там тебе комментарии, лайк. С другой стороны, ты получаешь обратное. Ты можешь получить такое же количество негатива, проклятий, пожелания смерти и тому подобное. Нет, ну смотри, Кать. Мы сейчас говорим, даже на примере Мирославы, Думы, да, я тоже понимаю, о чем речь. Она вызывала разные эмоции. И действительно, она человек была огромного масштаба. И, наверное, первая русская, которая улетела так далеко. Но, тем не менее, она начинала свою карьеру, ну, как от России. С Бюро 24-7. Прекрасный. В ее времена это был мега-сайт. Но она сделала фантастический путь, фантастическую карьеру. Да, и действительно, есть какие-то там, допустим, подводные течения, которых там мы не знаем и не надо знать, но что-то она сделала не так. А я-то сейчас говорю, допустим, на примере меня или тебя. У тебя тоже вот я хочу с тобой там проговорить одну твою личную ситуацию, уж возьму на себя такую смелость, потому что это важно, потому что каждый, наверное, найдет свою историю подобное. Но если говорить вот про мою историю Мочилова-меня, то есть что я делаю не так? Я делаю не так, что я на взгляд вот этих журналистов, коллег, коллег, все-таки, вот в первую очередь, недостойно выгляжу там, не по возрасту веду себя. То есть о суде кто, правда, тут вопрос всегда. И вот эта оценка достаточно резкая, которая меня больше расстраивает не то, что пишут эти люди, мужчины, женщины, неважно, а реакция общества на эту грязь. То есть люди же поддерживают эту эмоцию, и люди разделяют эмоционально, им как будто бы не про меня говорят, а вот про нее и как клево. И это меня поражает больше. Потому что у них у всех в жизни не любовь. Человек, который счастлив, он не будет так себя вести. А мне тоже обидно бывает, мне тоже я читаю какие-то вещи, думаю, ничего. Но больше всего, конечно же, я переживаю за детей, когда что-то говорят про Машу, про Матильду. Я тут превращаюсь просто в... Метро Голденмайер представляет этого льва, который просто готов разорвать всех, за что детей не обижали. Это реакция, мне кажется, любой мамы. Но это только из нелюбви, когда человек несчастный, ну не будет он вот это все... Особенно, уже ладно, журналисты, которые написали, я же понимаю тоже, Нью-Йорк Таймс. То есть, а что бы я им не сказала, это будет материал про то перевертышем. Когда впереди целый месяц на море, нужно запастись купальниками. Слитными, раздельными, чем ярче, тем лучше. Сегодня со мной на шопинге Винни самый послушный из трех наших собак. Спасибо ему за терпеливое ожидание. Примерка, может, и была долгая, зато оплата пройдет быстро и удобно благодаря СБП – системе быстрых платежей. СБП – это не только переводы в другие банки по номеру телефона, но и новый способ бесконтактной оплаты покупок. Чтобы расплатиться по СБП, нужен только смартфон. Просто сканируйте QR-код или нажимайте на кнопку с логотипом СБП, если оплачиваете покупки в мобильных приложениях магазинов. А еще до 31 декабря у вас есть шанс выиграть денежные призы. Все просто. Оплачивайте свои покупки в любых магазинах по всей России, где принимает СБП. Заходите на страницу акции быстройплатежи.рф, вводите свой номер телефона и проверяйте возможный выигрыш. Раз в неделю 35 тысяч победителей выигрывают по тысяче рублей, а пять человек по итогам месяца могут выиграть по миллиону рублей. Удачных покупок! Я у меня уже такое было с W. Приезжала Джованна Баталья, нас всех сняли, Наташа Гольденберг, Илона Стальея. Я участвовала, очень много народу, красивая съемка. Снимала Эмма Саммертон, обожаю ее, англичанка, футболистический фотограф. Мы ее в русский вокс тот раз пытались получить, было невозможно. Я не раз говорила в интервью многих, что если мы не снимаем с Раверси или с Дэвидом Симпсон, то не потому, что мы дураки и не понимаем. Потому что нам их просто не дают. Агенты говорят, что для русского рынка нет. Это было не сейчас, это было и 5, и 10 лет назад. Я снялась для W, потом было интервью. Интервью длилось, ну вот, прям вот, ну полчаса точно. Ну, то есть нормально было текст. Вынос один, то есть моя фотография и вынос. Все мы хотим быть Дашей Жуковой. Понимаешь? Вырвано из контекста. Это просто, и мне все люди, кто живут в Нью-Йорке, русские там, в Лондоне, звонят и говорят, Катя, это что такое? А был текст такой, как вы думаете, там, в чем плюсы и минусы русской женщины? Я рассказала про плюсы, что мы и то, и то, и третье, и десятые дети, и карьера. Минусы я сказала, что многие женщины, имея возможности, потрясающие возможности, финансовые, пытаются копировать друг к другу, но не делают что-то свое. И я привела в пример, что, например, Даша Жукова, которая фантастически сделала проект с гаражом, с журналом, с галереей, она просто, ну, то, чего она добилась, это просто, ну, восхищает. И я говорю, и вот они стали с Романом ездить на Сан-Барс, и все переметнулись из Куршавеля на Новый год туда. И даже, говорю, может быть, не потому, что им Сан-Барс нравится, а потому, что они там. Я говорю, и вот так же все открывали галереи, при этом они ничего не понимают в искусстве. Зачем? Ну, то есть все ходят и наоборот с иронией, это такой не злобный? Нет, я не с иронией, я без злобы. Я просто сказала, как есть. Я говорю, когда есть возможности, надо попытаться, возможно, сто процентов есть какие-то свои таланты или свои интересы. Но есть какая-то вот волна, что у нас или все ювелиры, или галеристки, журналистки, ну, то есть это было волнами. Я говорю, фраза и просто поэтому Нью-Йорк Таймс для меня, я с большим уважением, но я уверена, что бы я ни сказала, в итоге это будет, русские им все равно, они с утра до вечера покупают люкс. И я просто представляю, что там будет написано. А кто в итоге им дал интервью? Я не знаю. Я не знаю, что ты сказала. Будем следить. Спасибо большое, но, к сожалению, нам реально не до люкса. Ну, это правда. Поэтому вот возвращаемся к моде, и я считаю, что, наверное, сейчас не до моды и не до люкса, но если это все отмотать обратно, что это огромный труд, и я, когда сейчас говорю, как у тебя дела на работе, я говорю, у меня нет работы, и я не прибедняюсь, я просто, у меня действительно нет сейчас, в данный момент, любимого дела. А работала я с 18 лет, не переставая. Я по-прежнему зарабатываю деньги, просто это и до этого было на стайлинге, на личных клиентах, на лукбуках, консалтинг. А твое любимое дело, которое тебе просто дает вдохновение, когда ты даришь людям красоту и делаешь их счастливыми, это так классно. Плюс еще команда, я обожаю работать в команде. Да, там, наверное, есть люди, с которыми не сработалась. Ну, подожди, у тебя есть, с которыми ты сработалась, но потом они куда-то исчезли. Тоже такое бывает. И это опять же... Вот я тоже это хочу с тобой обсудить. С удовольствием. И все было. И, безусловно, 50% моей ответственности в этом тоже есть. Но я обожаю работать в команде. Я до сих пор сейчас общаюсь со всеми. Вот Эль закрылся, и мы до сих пор общаемся со всеми девочками. Я их приглашаю в гости. Мы стараемся поддерживать контакт. Я пытаюсь им найти работу. Ну, то есть, если какая-то прилетает классная вакансия, я тут же пытаюсь пристроить своих. Потому что я знаю, насколько они талантливы, и какие они потрясающие люди, и сколько мы с ними. Пять лет специалисты. Специалисты, да. Поэтому для меня вот это дело, которого сейчас нет, потому что оно просто физически невозможно. Журналов сейчас нет. Безусловно, я скучаю. Зато ты ведешь активно свой телеграм-канал. Ты ведешь... Он очень, кстати, клевый. Ты делаешь вот этот свой проект бизнес с... Гид. Гид. Тоже клевый. Но видишь, ты все равно как человек, привыкший к работе, человек неутомимый, и вот ты продолжаешь не страдать на диване и кого-то критиковать, а продолжаешь работать. Ну, я тоже про себя почитала пару комментариев. Одни говорят, ой, она что, вообще работает? Да, работаю. Всю жизнь. Всю жизнь. Сначала спортом занималась шесть дней в неделю по пять часов. Потом с восемнадцати лет я не переставая работала. И это не потому, что я несчастная такая. Нет, я просто люблю свою работу. Да, когда росла Маша, наверное, я хотела бы ей больше внимания уделять, но мне нужно было делать карьеру, чтобы дать ей прекрасное детство, образование. У тебя все получилось? Все получилось, да. Я очень бы хотела повторить этот успех с Матильдой. Но сейчас я, безусловно, стараюсь балансировать. То есть если с Машей я восемьдесят процентов тратила на работу и двадцать на нее, то сейчас, конечно же, я пятьдесят на пятьдесят. То есть я утро провожу, я уже тоже, всем мне кто-то спрашивает, как у тебя удается и то, и то. Ну вот просто максимально стараюсь освобождать время для Матильды. Потому что... Да ты не вернешь это время просто. Ну уже жара, ты понимаешь? Жара, жара. А у меня всегда батарея. Причем все квартиры, где я жила, всегда было так жарко. Да, но сейчас мы будем про жару. Давай немножко потопим. Вот есть ли дружба в нашем мире? Есть. В нашем? Есть. А есть ли предательство в нашем мире? Есть даже не предательство, а недопонимание. Просто мне понравилось, как Петрановская сказала в интервью... Ксения. Ксения, да. И вот она сказала, что самое страшное для незрелых детей незрелые родители. Вот мы все на самом деле незрелые взрослые, которые не умеем... Нам же не объясняли. Нам же в советские времена как нас воспитывали. Мы постоянно были прижучены преподавателями, родителями, бабушками, дедушками, кто-то такой, чтобы что-то высказать свое мнение. И мы вот выросли, и очень мало кто там идет к психологу, пытается разобраться в себе. У нас как что-то происходит, конфликт, ты виноват. Не подожди, давай про конкретное. Нет, я понимаю, это все как бы все равно важное, но вода. Вот конкретная ситуация. Я просто рядом с тобой уже не один год, и я возьму на себя смелость, я вижу, как ты переживаешь вашу сложную ситуацию с твоим, ну, по крайней мере, в прошлом близким другом, как я чувствовала, даже со стороны. Вадим Галаганов, твой близкий человек, с которым вы прошли и рабочие моменты, и дружеские моменты, и дальше вот что-то произошло, хоть ты так философски говоришь, я уже услышала, ты как я, что типа два человека, 50 на 50, но действительно есть ситуация, в которой даже я не интегрированная, ваш конфликт, в котором ты не участвуешь, а ты как бы, ты участвуешь в пассивной форме. Но я же читаю посты, которые он посвящает тебе, не сейчас, но вот в самый острый момент, там года полтора-два назад, я это видела. Даже в какой-то момент лично я спросила, а все ли у вас с Вадимом хорошо. И ты только в этот момент мне призналась, что происходят очень странные вещи. Почему они происходят, ты не знаешь, но вот он тебя, ну давай так, мочит в пространстве таком открытом, в соцсетях. Опять-таки, как я помню, что кроме каких-то добрых дел, ты ему не делала ничего, ты его приводила, там, и выль на работу. Ну, при том, что он самый очень успешный парень. Он очень успешный, да, вот что произошло? Просто, мне кажется, мы не ссорились, он сам ушел, никто его не увольнял, потому что всякие разные слухи ходят. Он сам написал заявление. Более того, откуда? Из Эль. Более того, я не хотела, чтобы он уходил, и мне очень было жаль, что он ушел. Но он был обижен, и никогда со мной это не проговорил, не высказал. А на что он был? Я не знаю. Я не знаю. Ты вот прямо официально говоришь вот сейчас? Я не знаю. У тебя есть какие-то домыслы? Вот что могло его задеть? Я думаю, рабочие моменты. Рабочие моменты, которые, причем частично, наверное, я его понимаю, когда я была в ВОК, и тоже была фэшн-директором. Мне тоже казалось, что Вика меня не понимает. Мое творчество, оно достойно большего, а у меня сокращают съемки. А сейчас, спустя время, когда я стала главным редактором, я понимаю, что это всего лишь helicopter view, когда ты смотришь на историю целиком. То есть, например, если у тебя обложка в одном месяце пошла close-up, то есть крупное лицо, то в другом месяце делается другая ковер-стори, съемка обложки. И тебе фэшн-директор говорит, давай вот эту картинку поставим, она же лучшая. И она правда лучшая. Но ты не можешь два раза подряд поставить, и ты выбираешь другую. А ему кажется, что ты специально это сделала, или это сделала, тем самым... Показав, что ты главнина. Да, да. То есть я понимаю... Но, подожди, Катя, но Вадим человек не случайно в этой индустрии. Ну да, если рассказать изначально, кто... Помимо того, что Вадим был моим очень близким другом, Вадим был прекрасным, точнее, он и есть, просто был стилистом GQ, потом фэшн-директором Эль, и сейчас он делает свои проекты, выставки, продолжает... Я слышала, что он журнал собирает, запускает. Ну, как бы, у него огромный опыт, талант, я уверена, что у него все получится. Три года мы из пяти Вэль проработали вместе. То есть я была главным редактором, а он фэшн-директором. Нет, я просто вас помню именно не с рабочей стороны, а когда мы где-то встречались, ну, совершенно в таких дружеских обстановках, и когда у вас общая компания, я как раз вами любовалась и думала, боже мой, как клево, что ребята могут делать какое-то общее дело, и так в запой дружить, и компаний значительно больше, и тогда вот напрашивается совершенно логичный вопрос. Возник конфликт, да, все-таки назовем так. Но я об этом конфликте узнала от своего издателя и от друзей, то есть мне никто вот... Ну вот, я вот и хочу спросить, вот не только там Катя и Галаганов, Вадим, все-таки компания больше, да, есть у вас общие друзья, я сейчас не хочу не называть никакие имена, чтобы никого не задеть и не обидеть ни в коем случае, которые могли бы, наверное, прояснить эту ситуацию, помирить двух достойных, клевых людей, которые, в принципе, скорее больше есть что делать вместе, чем конфликтовать. Вот объясни, почему вот это не происходит и не произошло, на твой взгляд? Или это какая-то совершенно, как бы, вы прошли с ним точку невозврата? Я никогда не делала никаких выводов, потому что ты никогда не знаешь, что будет завтра. Вот в былые времена казалось, что вот с этим человеком я общаться никогда не буду, а потом проходило время и был новый виток. Вот. А про друзей я считаю, что наоборот все очень правильно поступили в этой ситуации, не вмешиваясь никуда. Вот я раньше любила заступиться, вмешаться, помирить кого-то, потом понимая, что это всегда отношение двух людей. И что там произошло, это сложно разобраться. И, возможно, это точка невозврата. Мне очень жаль. В любом случае у нас было столько всего хорошего, и если Вадим это все обнулил, то я этого делать не буду. Я помню все это хорошее, он много раз меня вручал, помогал. У нас потрясающе много сделано хороших номеров, съемок, проектов, и это никуда не денешь, как бы он этого не хотел. И это факт. И я очень благодарна ему, что он был в моей жизни. Если когда-нибудь эта ситуация поменяется, я буду очень рада. Но пока это вот так. Но тебе не обидно, что твои близкие друзья все равно не пытаются вас помирить? Так, может быть, и пытались. Мы же не знаем, что позицию Вадима. Вадим человек вспыльчивый, категоричный, поэтому я уверена, что пытались. Просто в какой-то момент тут уже лучше не вмешиваться, чтобы еще больше не бахнуло. Это, говорю, с моей стороны... Ты открыта... Я открыта. У меня есть пример, я не могу не сказать, я просто помню, как у тебя был непростой расход с Павлом, с твоим вторым мужем, но тем не менее у вас сейчас прекрасно... Я не раскрываю, наверное, секрет, отношения. Да, мы... Хотя в один период жизни, я помню, мы с тобой общались, ты была ранена, обижена, как бы у тебя были какие-то категоричные высказывания в свою сторону. И сейчас прошло несколько лет, у тебя уже вообще новая жизнь, у тебя ребенок родился, и вы сохранили человеческие отношения. И мне даже кажется, что он где-то тебе и помогает. Да, но мы такие американские горки прошли, но при этом... Вот в тот момент, кстати говоря, я была больше Вадимом в отношениях, а у меня было просто такие категоричные никогда, да что там... Я сейчас вспоминаю, я опять же говорю, я советский ребенок, то есть мне родители ничего не объясняли. То есть кому-то это дано от рождения, да, ты сразу мудрый. Вот дочка у меня старшая, она очень мудрая, она вот родилась такой. Я у нее учусь, вот, я тоже была очень сильно вспыльчивая. Потом прошла такой путь, работаю над собой и сейчас на себя смотрю. И то есть мне раньше тоже все виноваты, все вокруг, я такая хорошая, жертва, несчастная, обстоятельства, вы все. Сейчас я вспоминаю и понимаю, сколько ошибок я совершила. Наверное, отмотать бы назад я сделала по-другому. Ну, мы вообще с Вадимом были очень яркие на Западе и нас обожали, как вот пару коллег. Таких моделей нам подтверждало агентство АМГ. Это просто, ну, космос. Вадим стилизовал Беллу Хадид. Я ее с трудом добилась благодаря Булгаре, АМГ, но мы это сделали. Прям душу вложили. Как бы они кричали, что глянец умер, это все фигня, наверное, для кого-то фигня. Нет, ничего не умер, ничего не фигня. Мы делали это с такой любовью. Всегда была тема. И мы с Вадимом распределяли, кто что снимает. И вообще до этого Вадим GQ снимал, у него офигенно, получается, мужские герои. И то, что он начал делать в Эль, как он начал снимать девочек, просто фантастически. Потом был перерыв. Потом нам действительно перестали подтверждать. Но это когда уже случились все события? До этого? То есть там, видимо, уже все к этому готовилось. Вот. Там уже вот два года вообще. То есть до событий? Да. То есть пока, Вадим, вот первые два года мы просто феерично Кэндис, Роузи Хаттингтон, Белла Хадди, та-та, потом бах, и как будто отопление или воду выключили. Мы долго не могли понять, я теперь понимаю, что происходило, потому что нам именно Нью-Йорк перестал отвечать. То есть французский АМГ подтверждает, а нью-йоркский нет. То есть ты думаешь, что там уже была дана команда? Уже. Они еще давали девочек в ВОК, в Базар, но уже остальным все меньше. То есть, если вы помните, там в ЦУМе всегда какие были кампейны, просто фантастические, да. Я смотрю, все меньше и меньше было активности на российском рынке. И я уже это все в совокупности понимаю, к чему шло. А что сейчас? Сейчас вот я сняла кампейн для Аквазоры. Это уже очень круто. топ-модель Форетту. Хьюго Конте снимал фотограф. Он снимает итальянский ВОК, французский ВОК. И я до последнего не верила, что они меня подтвердят. Как стилисты подтвердили. Мы сняли потрясающий кампейн. В феврале Аквазоры запускают линию сумок. Это первое. То есть они все даже делали обувь. И как раз это будет их первый кампейн сумок. Я была стилистом. Я, конечно же, так давно уже не стилизовала. Три года просто у меня практически выпали именно стилизации съемок. То есть я работала с частными клиентами. Я работала с блуками. Да, но это больше для финансовой истории. Потому что вот если разобрать, то есть есть пишущий главный редактор, а есть снимающий главный редактор. Есть, конечно, такие гении, которые и пишут и снимают. Но таких прям единицы. Вот, например, Эммануэль Альт, она, которая была французский ВОК, и Карина Ротфельд, французский ВОК, они были снимающими. А Эммануэль Форнетти, например, итальянский ВОК, он был пишущим. Он вообще не снимал. Вот, тогда ты себе берешь сильного фэшн-директора. Если ты снимающий главный редактор... А кто универсал? Эдвард Энинфул. Но я не думаю, что он пишет. Он опять же снимает. То есть английский. Нет, кстати говоря, не знаю, кто универсал. Вот сейчас мне даже в голову. Может быть, какие-то нишевые. Вот здесь вот надо мне пошуршать. Хорошо. В памяти моей. Интересненько. Поэтому я не пишущий человек. Несмотря на то, что я закончила журфак, телевизионное отделение. Ты больше визуал. Но я телевизионщик. Я хотела, мечтала быть телеведущей новостей. Вот. И я... У меня был шикарный зам Наталья Старостина. Как раз кто пишущий. Вот. Если, например, человек, пишущий главный редактор, то у него или зам или директор моды снимающий. То есть это все балансируется. И это нормально. И то, и другое. Когда мне там начинают что-то писать. О, вы же главный редактор. Как вам не стыдно? Не стыдно что? О чем вы сейчас говорите? Ну, они не материали. Они вообще не понимают, да, что... Главный редактор это не обязательно пишущий человек. Не понимают. Катя, а что вот в Канденасте у тебя было? Очень жесткая структура. Ты всегда себя чувствуешь. Откуда это все появилось? Not good enough. Ты всегда недостаточно хороший, с кем ты себя сравниваешь. То есть тебя никогда не похвалят. Ну, очень редко. Это вообще какая позиция? Да, политика. И еще лучше тебя столкнуть с кем-то лбами, с коллегой, чтобы ты старался еще лучше. Я называю это участвовать в тендере. Бесконечно. Бесконечно. Как я смеюсь, я себя со всех тендеров сняла и у мужчин со всех тендеров сняла. Ну-ка, постарайся-ка еще сейчас чуть-чуть и, возможно, я тебя выберу. И с рабочих тендеров сняла. Ну, то есть это просто... Ну, что у тебя было конкретно какой-нибудь пример? У меня было истощение. Я приходила домой... Пример в Канденасте. Вот что там происходит? Пример в Канденасте. Это очень ответственный пост. Мой любимый... Твой пост какой был в Канденасте? Фэшн-директор. ВОК и... Директор моды, да. Журнала ВОК. До меня не было ни одного русского фэшн-директора. Мой опыт был такой. Пришел в магазин, неважно какой, сейчас не буду никого рекламировать, взял вещи на съемку, ты с этими вещами пришел, через два месяца вышел в журнал. Оказалось, что весь мир работает по-другому. Есть шоурумы. То есть есть шоурумы, и вещи берут за полгода на съемку, и ты уже знаешь, что выйдет у тебя, будучи в марте, что-то у тебя будет напечатано в декабрьском номере. В декабрьском. То есть это даже не за полгода. То есть у меня был шок, что оказывается, вообще вот так вот работает индустрия. Потом я ко всем напрашивалась ассистентом. То есть все, к кому я могла приклеиться, посмотреть, как работает вообще, как это все делается, чтобы просто научиться. Опыт. Мне нужен был опыт, потому что я понимала, что я в Москве в обычном журнале это не получу. В обычном журнале ВОК? Нет. В других журналах. Только ВОК давал. Потому что у них были зарубежные директора и стилисты. Опыт был оттуда. Фотографы были оттуда. Не потому что наши плохие, наши замечательные. Просто понять, как система работает. Сейчас уже система везде одинаково работает. То есть и наши фотографы снимают по их системе, и наши все журналы работают всегда заранее, сильно заранее, не так за месяц. Заработали, уже ничего не работает. И я вот этому всему училась шаг за шагом. Просто когда меня пригласили на собеседование, я думала, что меня позовут на маркет фэшн-эдитора. И я ходила на одно собеседование с Анной Харви, которая уже не с нами, ушла из жизни. Она была стилистом Дианы. И вот эта фантастическая стрижка Дианы, это все благодаря Анной Харви. В общем, со мной Харви я ходила на собеседование. Я думаю, боже мой, ничего себе у них. Фэшн-директоры утверждают с Нью-Йорком и с Лондоном. А потом мне сделали это предложение, сказали, что у меня подумают сутки. Сказали, что их ни с кем не обсуждать. Ну, что логично. Я за эти сутки просто была в истерике, потому что я понимала, что это настолько ответственный... Я уже на тот момент поработала директором моды в Эль и в Мари Клер. Но все равно это примерно вот я и там. Это какой-то полет был в космос. И я согласилась. И, конечно же, дальше было три года стресса. Я от истощения... Один раз я пошла домой, я еще тогда жила на Малоникицкой, села на диван в пальто, прислонилась в подушке, проснулась в 8 утра на следующий день. То есть я проспала просто 12 часов в пальто, в ботинках. Это, понимаешь, какой уровень просто истощения. И у меня на тот момент был бойфренд, главный редактор журнала Я помню, англичанин. Англичанин Эшли. А он мне говорит, no fucking way, не соглашайся. Ты там, тебя перемолят, никакой свободы. И действительно, свободы не было. То есть чем отличался журнал Эль от ВОК? В Эль у нас был полный вот свобода действий, творчества. В ВОК не было этого. И там очень много политики. Надо правильно писать письма. Надо правильно делать многоходовку. Постоянно мейлы. Мейл им. Интриг? Много. Или это какая-то... Я была вне интриг, но я поняла, что надо было очень много писать писем, на кого-то жаловаться, отчитываться. Ну, то есть, это такая постоянная отчетность, которая... Это все приветствуется, если ты жалуешься на своего... Я считаю, что я эту энергию могу потратить на творчество. То есть, собраться с командой, придумать классную идею, с кого-то уговорить, какие-то сделать просто немыслимые. А там очень много политики. И, безусловно, это сложно. Мне сложно, я просто не тот человек. Но есть другая страна медали. Такая дисциплина и умение делать ресерч, по правилам делать съемку. Почему так сложно порой работать с другими стилистами, кто не прошел школу конденаста? Они вообще не понимают. У них нет вот этого по полочкам, когда... Ну, то есть, это примерно как сделать борщ, не порезав морковку, картошку и просто сразу вот грязное кинуть это в кастрюлю. И большинство стилистов, не имея школы конденаста, с ними очень тяжело. Они не понимают, как работать. У них нет школы конденаста, нет реакции конденаста. В конденасте нет такого «Я устала, как у меня на спорте был». Ну, нет. Просто такое понятие, что ты устал, никого не интерес... А, еще у нас обложки снимали в Нью-Йорке. Много. А Нью-Йорк-то что? Это в 8 утра у них начинается в 6 съемка. Это у нас уже плюс 8, сколько там, плюс 10 часов. И это снимается весь день. То есть, ты до 2 ночи сидишь, смотришь эти луки, картинки, тебе там стилист отправляет. Ну, то есть, ты до 2 иногда работаешь, а в 8 утра ты опять выезжаешь на работу. А опять же, конденаст, когда я родила Машу и вышла через месяц на работу, я стеживалась в туалете, замораживала в конденасте в морозильнике это балоко, вечером его приносила, оставляла в морозилке на следующий день, чтобы его размораживали. И всю ночь Маша орала, не спала. Я ее кормила, а утром в 8 утра я к 9 ехала на работу. Света любит поспать подольше. И ей нравится, когда ее вещи на месте. Обычно она неспешно готовит завтраки, и ее никто не отвлекает. Но сегодня не обычный день. И спасти его можно только так. Да-да, это поза дерева. Стресс уходит, остается все самое лучшее. Вы хотите взбодрить своего парня? Мы знаем, как это сделать. Фанни Студио, студия йоги и пилатеса. Я не могу не спросить, хотя твоя судьба в Канденасте была другая, но за время работы в Канденасте ты видела, как увольняли людей с позиции. Вот для меня это вечная загадка. То есть, вот я, допустим, очень в хороших отношениях была, кстати, и с Викой Давыдовой, у меня вот такие, ну, человеческие отношения. Мы всегда дружим. Да, Алена Долецкая, действительно, я считаю, одна из самых харизматичных и больших. Она могла бы быть главным редактором ВОК, не только, мне кажется, в России. Она фантастическая. Безусловно, и Маша Федорова, и вот Ксения Соловьева, ну, на этом этапе российского глянца, вот последний, да, главный редактор ВОК. Но в чем тут сложность ситуации? Вот я, допустим, делала интервью с Машей Федоровой для Хэллоу и с Ксенией Соловьевой, когда они обе были главными редакторами в Канденасте, одна ВОК, другая, нет, Таттлер, Таттлер, Ксения Соловьева. Я делала на какой-то юбилей, по-моему, ВОК 20, а Таттлер 10, ну, что-то такое. Они вот обе ко мне пришли, мы прекрасно поговорили, замечательно было интервью, видно, что между ними такие, как бы, ну, здоровая конкуренция, как внутри, ну, как бы, действительно, теплые, хорошие отношения. А я с ними разговариваю, и я уже про себя, как человек, ну, тонких настройок, я понимаю, что Машу поменяет на Ксению. Вот я прямо это видела, это произошло где-то через год, но это было для меня видно. Хотя я никогда не работала в Канденасте, никогда не варилась в этих сплетнях, я всегда, как бы, ну, ты меня знаешь, так это где-то в стороне, но как человек наблюдательный, я это почувствовала. А вот я думаю, а вот как вот люди работают? Они же работают практически живут на этой работе, это как вторая, а то и бывает для многих первая семья. Нет, там, это одна у тебя семья. И вот как это происходит? У вас в один прекрасный момент человек приходит на работу, а ему говорят, а вы больше не работаете с нами, и его друг, ну, по сути, друг, его назначают на эту должность. Причем я тоже подозреваю, что вот этот друг, которого назначили, его же не в одно мгновение все-таки эта работа какая-то была проведена. Вот как вот эта конструкция у них работала, ну, вот в России, по крайней мере, как это происходило? система конденаста, все будут уволены. Все будут? Все глафреды, всех уволят, рано или поздно, что в принципе и произошло. То есть, когда ты понимаешь систему конденаста, идешь туда, главный редактор, ты знаешь, что тебя уволят. В любом случае. Ну, вот просто в один день, причем одним днем. А что может к этому подвести? Ничего. Ну, вот в какой-то момент ты стал неинтересен, скучен, или ты стал слишком яркий, как это с Каринт произошло. Когда сейчас уволили Эммануэль Альт, Эммануэль Форнетти, это французский волк и итальянский волк, там в принципе система стала меняться. Но причины, неважно какие, в любом случае тебя уволят. Вот так устроен конденаст. Если Вэль, Лена Сотникова, проработала 20 лет, то в конденасте там ротация быстрее. Я думаю, что если бы дальше тоже меняли бы, это каждого бы постигла эта участь. И меня бы она постигла. Я просто рано ушла, встретила Павла, у нас там закружилась любовь туда-сюда, и я поняла, что я не тяну уже вот этот образ жизни. То есть этот образ жизни можно тянуть, если ты свободен. Ну, как некоторые, конечно же, девчонки справляются, будучи семьей, но это у меня так не получилось. Вот я здесь полностью провалилась. Потому что я всегда ставила детей и работу на первое место, и никогда не была сфокусирована на мужчинах, а больше была на карьере сфокусирована. Поэтому, когда появился мужчина в моей жизни, я поняла, что у меня вот просто не получается. Показы, вечерние мероприятия, ты постоянно не дома. Одно дело, ты можешь всегда взять с собой ребенка, полететь в командировку, там, да, но ты не можешь, мужчина, своя работа, своя жизнь, и он не может быть плюс один к твоей, да. Вот, поэтому здесь у меня не получилось, я вынуждена была уйти. Но если бы я осталась, меня бы тоже уволили. И я просто этих иллюзий не испытывала. И когда мужчина меняет женщин раз, не знаю, там, в 4 года и некрасиво уходит из другой семьи, тебе кажется, ну, я-то другая. Ну, это вот та вот не справилась. Ну, со мной это так, он не поступит, поступит ровно так же. Так же тебя киданет в самый непосходящий момент, так же там, ну, я не знаю, у каждого свои финтуши. Вот. И я думаю, что здесь все то же самое. Поэтому увольняли всех. И Диану, ну, только единственная Анна Винтур, но она уже не наемный сотрудник. Она акционер, она партнер. Она может сама только себя уволить. И там уже немножко другие истории. Просто ей, она смогла стать партнером. Это, наверное, одно исключение из всей системы. А скандиназ – это система. И даже мы видим Карину Добротворская, которая переехала сколько лет? Десять назад, наверное, жить в Лондон, там во Францию. И казалось, что она совершенно незаменима, и так мы все гордились. Вот я правда... Нет, она сделала феерическую карьеру. Она отвечала за полностью рынки, за креативную часть. Причем тут она больше отвечала за издательскую часть, и возглавляла наш кандиназ, это все равно более менеджерская позиция. То там она в итоге отвечала за креатив. И у нее, конечно, фантастически сложилась карьера. Просто у них реструктуризация произошла, и поэтому очень многих убрали, потому что они стали делать оптимизацию расходов. Вот эта вся история с разделением контента, когда один журнал Эдвард снимает, английский ВОК, и все это шерит. Синдикацию делала. Но это экономия денег? Очень странно, это экономия денег, но Кандиназ как раз славился, что каждая страна делает свой контент, особенно сегодня. Глобализация, это, мне кажется, чуть-чуть уже отходит на второй план, учитывая, что после пандемии границы были закрыты, и человек начал развивать свой локальный, то есть помимо каких-то глобальных новостей, 80% был локальной истории, локальные модели, локальные бренды, потому что у тебя не было доступа на европейские, или американский рынок. И эта история дальше развивается. Индия будет развивать свою локальную историю, миддлэйс свою. Понимаешь, и тут Кандиназ делает такой шаг, что одну американскую в Америке снятую съемку, они будут... Странно, но... Но они хотят просто контролировать все. Но они контролируют. Вот, тем не менее, сокращение и увольнение некоторых, даже многих людей, это просто была реструктуризация. Не потому, что им человек надоел, но... Потому что Кандиназ говорит, что тебя все равно когда-нибудь уволят. Это факт. Катюш, я на самом деле говорю с тобой, а головой кручу. Я вижу жуткие взгляды Сергея, потому что я начинаю отворачиваться, как будто мне неинтересно. А мне очень интересно, но я еще раз повторяю, первый раз у тебя в гостях, и у тебя такая теплая атмосфера, и что мне безумно нравится, какие-то старые предметы... Комод. Комод. Бабушкино. Пианино. Это бабушкино все. Комод бабушкино. Винил. Это мне Павел подарил. А вот это фотография бабушкино? Это бабушка Анна Герасимовна. Она меня вырастила, она была преподавателем химии, и, наверное, столько добра, любви подарила она мне и мой тренер Нина Осиповна по гимнастике. И я очень жалею, что я ей так мало в итоге, конец, когда уже, не знаю, она ушла из жизни 6 лет назад, и я вспоминаю последний пикет. Да, я вся была в канденасте, в командировках, я так мало уделяла внимания, а любые человеческие отношения это энергия в обе стороны. Это опыт. То есть человеку свойственно ошибаться, мы все ошибаемся, не надо себя ругать, чужого, другого ругать, потому что мы никогда не знаем, что у человека в этой жизни сейчас происходит, что он так поступает. Но вот я анализирую себя и понимаю, что я бы, наверное, конечно, поступила бы по-другому и распределила бы это канденастское время больше бы на семью, на бабушку, на Машеньку. И сейчас очень надеюсь привить любовь Маше и Матильде и к друг другу, и к семье, чтобы они понимали, как семья – это важно. То есть столько ошибок я совершила, и сейчас анализирую, понимаю их, и понимаю, что это уже не вернуть, и надеюсь научить детей ценить человеческие отношения. Катюш, я предлагаю нам разбежаться, но ненадолго. Я знаю, что день пройдет быстро, стремительно. И продолжим выпивать у себя на даче. Да, договорились. Ну что, бежим, поработаем? Катя ненавидит опаздывать Она вообще никогда не опаздывает Да нет, опаздываю, еще как Бывает, случается Но сегодня у тебя уважительная причина Это Матильда Которая проспала Рабочий момент Матильда, иди сюда, сразу поздороваемся Проходи, проходи Заходи, покажи мне Подготовилась Вот, человек, из-за которого Екатерина Мухина Опоздала на час на съемку Но мне кажется, что обижаться на это невозможно Вот смотри, как интересно Люди видят конечный результат Видят красивую картинку, красивую модель Красивую фотосессию Фотосессию с какой-то звездой, актрисой И они не понимают, что за этим Стоит огромный путь Редактора, журналиста Стилиста, продюсера Это не просто Результат, который возникает Из ниоткуда Вот кажется, что это так Я прекрасно понимаю, так как я тоже руководила много лет Журналом, что это Большой труд Но твой, он для меня вообще Космос Я это наблюдала Я видела, как вы с Дашей Велидеевой Которая, кстати, вопреки всем Жизненным обстоятельствам Сегодня возглавляет Итальянский базар Она его запускает Запускает, Даша Дает такую всем надежду Что, несмотря на все обстоятельства Ее назначили И она действительно Для меня была путеводной звездой Когда я только пришла в этот бизнес Она уже была старшим редактором Давай от истоков Ты в детстве занималась гимнастикой Да, я мастер спорта Мастер спорта При этом мы с тобой просто Я помню, когда гуляли летом Отдыхали вместе Ты рассказывала мне Что твоя мама была стюардессой Что ты тоже мечтала быть стюардессой И я тоже сказала И я мечтала быть стюардессой Потому что по-другому Мы не понимали Как можно увидеть мир И путешествовать Это нас объединило сразу Ну, разница в том Что у тебя были такие эксперименты И где-то ты уже рассказывала Но расскажи нашему зрителю Как ты поменяла это решение Тебя однажды мама взяла с собой В какой-то... Да, у нас вообще В семье все было жестко Но раньше Аэрофлот позволял Борпроводнику брать Члены семьи с собой Ребенка Как это так? Вот так вот У тебя был заграничный паспорт? У меня был заграничный паспорт И мама была бригадиром Это официально было разрешено И я, наверное, 15 раз летала с ней То есть тебе бесплатный билет полагался И ты мог лететь с родителем И ночью она меня разбудила Мы летели в Дели, Куалумпур, Сингапур И она меня разбудила На какой-то стыковке Говорит, а что ты спишь-то? Стюардессой мечтаешь быть? На тебе пиджак А я высокая была То есть непонятно Мне на тот момент было 15 лет Но могла сойти и постарше Надела на меня пиджак И говорит, давай вперед с тележкой И я с этой тележкой С такими глазами Хочется спать Я думаю, все, с этой профессией я завязала То есть ты с первого раза поняла? Да, я поняла, что это такой И эмоциональный труд И физический труд Там пьяные пассажиры, драки Вынужденные посадки были регулярно И я понимала, насколько Потом уже поняла Как ей было тяжело Потому что сначала мне казалось Какая красивая профессия Так же, как и редактор Всем кажется Думаю, это видно же только вверху Конечно, как круто Летать с шампанской рекой Ну и в принципе ты не показываешь Как ты тягаешь эти чемоданы И вообще Как бывает иногда тяжело Иногда на тебя орут И у меня были случаи Когда фотограф просто оскорблял Это когда ты была стилистом? Я была директором моды ВОК Я просто сидела на асфальте в Майами И плакала Это какой-то иностранный? Иностранный, очень большой фотограф Публичный просто Ему что-то не понравилось Матом, перематом Ну подожди Это объективное было что-то? Или просто у него плохое настроение? Плохое настроение Но это не только я была о нем Такого мнения Он многих доводил Ну такой Ханс Фюрер Он великий фотограф Он снимал Все ВОК мира Кто-то там идет, да? Да Опять платье не надела У нас сегодня протест Мы не хотим надевать платье Матильда, посиди с нами А вот посмотри Сережа, кстати, ждет твое платье Очень сильно Серьезно Давай Догоню Догоню Вот это да На эту историю Рассказываю быструю историю Когда Маша была маленькая Я попросила бойфренда Привезти ее в театр Так как я поехала из офиса Он ее привез Снял пуховик И она ровно в таком же виде В 6 или 7 лет В колготках В одолазке Стоит в театре В детском Я говорю А где юбка? Он говорит А надо было? И вот я снял с себя свитер Что-то там подвязала И, грубо говоря, ребенка Вот ровно так же Поэтому это у нас уже Хит нашей семейки Это как раз самое сложное Кать И самая большая Всегда проблема Когда ты встречаешься С близким человеком Тебя начинает носить Туда-сюда И, как выясняется Мне столько хочется О тебе узнать Но надо не забывать Что у нас есть зрители Его надо постепенно Вводить в курс дела Ты приняла решение Не быть стюардессой И поступила на журфак Да На телевизионное отделение Ты хотела быть телеведущей Я даже помню Каких-то новостей То ли погоды Ты хотела показать Что ты хотела? И тогда был фильм Нет, только не погода А почему они такие красивые стояли? Нет, это не мой формат точно Был тогда фильм Близко к сердцу С Робертом Редфордом И Мишель Пфайфер И вот этот Быть в горячих точках Новости Вот это вот меня Просто мне казалось Это так И романтично И очень серьезно В то же время Но потом я Практику прошла на телевидении И поняла, что Наверное, все-таки Не так все романтично В реальности Но ты же в горячих точках Не до горячих Да, до горячих даже не дошло Но тогда вообще Началось И когда я еще училась И много было Всяких моментов Которые я поняла Что телевидение Не так все просто А какие были моменты? И Чеченская война Тогда была Ну это как раз горячие тучки Да, и были моменты Когда Ну это опять же нам Журналистам Студентам рассказывали Когда заставляли Вот как родился Первый, второй год Говорить Одни вещи И телеведущие Отказывались Это делать Ну то есть Оказалось Что все То есть Ты говоришь Не то, что ты бы хотел А ты говоришь То, что тебе дали И это для меня Было просто Каким-то откровением Я была настолько В розовых очках Что оказывается Кто платит Кто там Каналом владеет Кто политику Да Ты ведешь Поэтому все Эти новостные истории Даже Сегодняшние Международные То есть Ты все равно понимаешь Что там Каждый преследует Свои цели А вот Это я все поняла Еще тогда И то я считаю Это было поздно Никто мне это не рассказал Не объяснил И я поняла Что наверное На сделку своей совестью Я идти не смогу И мне Дарья Веледеева Как раз говорит Пойдем в журнал Нет, подожди У тебя сначала была попытка Быть пиарщиком Что-то не в Газпроме Да, у нас набирали Двухгневные Двухгневные попытки Нет, двухнедельные Двухгневные Нет, я везде Я попробовала на Радио Максимум Побегала корреспондентов В минус 20 Жаворонки на проводе А потом У нас набирали В пиар У нас пиар-группа Была рекламная группа И пришел человек Из Газпрома И сказал Что я хочу вырастить Пиарщиков Для Газпромов Под себя И набрал тоже Я сначала туда Прорывалась долго Он мне какие-то Давал миллионы заданий Я писала Эти доклады Рефераты Он меня все-таки взял Ну, походила туда Две-три недели Я не помню сколько Поняла, что нет Пожалуй А почему ты поняла, что это не твое Скучно Деньги платили же наверняка Нет, нам нигде не платили По всему миру такая практика Когда ты студентом Проходишь Набираешься опыта Не всегда платят Но потом Ты уже Когда становишься профессионалом Ты получаешь эту компенсацию Это не везде Не во всех профессиях Так Ну, в большинстве случаев так По крайней мере По крайней мере В моей молодости У нас же нет Таких университетов Институтов Которые Обучают Обучают Да Так как это есть Там В Англии Да Там В Америке А какие факультеты Этой профессии в мире Ну, Сан-Мартис, например Да, и 100% Парсонс-скул Ну, то есть там Я уверена, что есть Я не изучала Я там не училась Но уверена, что есть Факультеты Которые Ну, по крайней мере Близки к этой профессии И очень много Тренингов Но этого не было В моей жизни Но было другое В журнале ВОК В 2003 году Я была младшим редактором Главный редактор Был Адалец Да, и тогда как раз Был директор моды Даниэла Пудичи То есть уже то, что она Принесла опыт Европейский В наш журнал Я была в шоке Что оказывается Расскажи, кто она Просто быстро Ну, она стилист Работала Очень во многих Изданиях Запускала По-моему, бразильский ВОК И турецкий Ну, то есть Такая Девушка на опыте И я готова была Даже заплатить За этот опыт Понимаете Не то, что я там Расстраивалась Что мне не платят Я была счастлива Офигенно красивая Такую девушку Которая думает Ну, нет, все в порядке Она золотая ложка Родилась И ты-то рассказываешь Совершенно другой путь Что ты, наверное Даже чего-то себе Не позволяла Там Ты, если бы пошла Осталась в Газпроме Может, через пару лет Ты получила бы Хорошую зарплату И сейчас бы мы с тобой Не говорили бы Скорее всего Ты выбрала свой путь Ну, тернистый Но при этом Мне он понятен Ну, просто чтобы люди Не думали, что с тобой Это все сразу Как из рога Изобилия Ты же Эти твои чемоданы Которые ты таскала То есть ты была Каким-то самым Младшим редактором Редактор моды Стилист Это одно и то же А я помню, как Маша Федорова Ну, в общем На сегодняшний момент Последний Главный Нет, предпоследний А, предпоследний А, предпотом Соловьева была Предпоследний Главный редактор Журнала ВОК Я тоже помню Как она с этими чемоданами Стилист Гламура была Вот мы сейчас Как будто какие-то слова Произносим Я надеюсь, что они Все-таки навсегда Из нашего сознания Не исчезнут Потому что Как бы легковесно Это все не Выглядело для многих Типа кому нужна мода Кому нужны стилисты Кому нужны И вообще эти настроения Мне кажется Это необходимо Это как Давайте не будем снимать кино Давайте не будем делать театры Давайте не будем делать выставки Давайте не будет глянца Даже который может быть Уже перетек Из оффлайна в онлайн Сейчас очень много Конечно мы видим уже В интернете Но Мне кажется Это очень важная часть Жизни людей Это важная часть Жизни людей Мы вдохновляем Мы даем Хорошее настроение Вообще Когда я работаю С клиентом Мне самое главное Чтобы человек Остался доволен И потом Когда тебе пишут Кать спасибо большое Получилось столько комплиментов Это ты сейчас говоришь Когда ты работаешь Как час Ну как индивидуальный Да стилист Это мы туда дойдем То же самое журнал Когда ты даешь Человек открыл журнал Выдернул эту картинку И прикрепил ее К рабочему столу И утром ты приходишь В офис И просто улыбаешься Тебе это поднимает настроение Это классно Но вообще Люди привыкли Все обесценивать Вот даже Вот мы уже до этого Говорили Что ты вот В это все притащил Получил модель У нас же еще Свои правила Что там модель А-лист А-лист Никогда не снимается В Эль Например Белла Хадид Джи Джи Хадид Это только для ВОК Даже журнал Харперс Базар Не всегда получает Топовых моделей То есть в зависимости От страны Там очень много Всяких подводных камней И правил Я кому-то это рассказывала И в каком-то интервью И кто-то прокомментировал Что типа Вместо того Что бегать за Беллой Хадид Лучше бы наших поддержали Но видимо Люди Люди даже не читают Не открывают То есть столько номеров Сколько я сделала Посвященных Русским моделям Русским дизайнерам До всей этой ситуации Этого года Что произошло Мы поддерживали всех И Украину И Грузию Я имею в виду дизайнеров Всегда И у меня не было такого Нет Или как все говорят Все за деньги Да неправда Наоборот Такие рекламодатели Крупные Как ЛВМАш От Прада Шанель Которых мы Снимали на обложку Они нам позволяли Еще поддерживать Благодаря бюджетам То есть Балансировать И давать возможности Маленьким брендам Давать путевку в жизнь Поддерживать Да Возможно Кого-то я не поддержала Но это не потому Что я специально Это не сделала Видимо Я просто пропустила Нет Мы старались Реально всех поддерживать Вот все проекты И это касается И художников И вот как-то Вот хотелось Быть площадкой Где Каждый мог Найти 15 минут Своей славы Любой фильм Любое кино Любая Я не знаю Картина За этим всегда Есть идея Концепция Всегда Как я говорю Черный квадрат То есть Когда ты смотришь На черный квадрат Матильда Возможно Через пару лет Его нарисуют Но за этим же Была целая идея Концепция То же самое Что бы человек Не сделал Он в это Вложил энергию В это вложил Концепцию И это Стоит уважения Зачем Вот обнулять И говорить Фу Да я это За 5 минут Нарисую Или я это Сама сниму Ну я не знаю Как в других странах Но в нашей стране Это точно Это вот Любимое дело Обнулить Или вот например Я выкладываю Матильду Мне кто-то пишет О ей 2,5 года Она до сих пор Не разговаривает Вам надо Вы мать Должны отвезти Ее к нейропатологу Понимаете Люди реально думают Что я ребенка Не вожу к врачу Или я не в курсе У меня Маша Соговорила в полтора года А она в 2,5 Мне говорит И это нормально У каждого человека Свой творческий процесс Но вот это вот Сказать гадость Это просто Любимое дело И я это вижу Это очень Деструктивно Расстраивает А тебя расстраивает? Меня прям Это очень расстраивает До сих пор Понимаю Нет По отношению ко мне У меня броня Но я понимаю Что вот именно Из-за этого И создается Этот негативный фон Который То есть человек Должен начинать Себя В принципе Когда ты сам счастлив То и вокруг тебя Люди счастливы Но я хочу тебе сказать Самое главное Что несмотря на Всю сложность Которой ты тогда Была Я не видела Ни разу В тебе Даже Даже упадничество Не видела Нет Бывает Нет Бывает Возможно Нет Но это разное Ты не агрессируешь Ты не У тебя нет Почему это со мной У тебя оно Какое-то другое Вот Катя Я уже возьму на себя Ответственность Такое сказать Я тебя наблюдала Это не просто А я человек Внимательный У тебя нет такого Да Ты можешь быть В очень сложном настроении Даже ты ходишь В фанне студию Кстати Подожди Вот я тебя Не просто так Я пришла С подарком От фанне студии Придешь На эти самые Тарелки тибетские Ого С удовольствием Это будет крутая история Я туда хожу Да Я знаю Я прям очень Спасибо Не ну просто Девочки там работают Очень внимательно Я очень люблю Улли Ты к ней ходишь И она говорит Катя сегодня пришла Такая вот Ее надо вот Света поддержите ее Она очень корректна Но ты человек творческий Тебя вот Может колбасить Но ты не агрессируешь Мне кажется Люди которые впадают Вот в такие вещи О которых ты сейчас говоришь Это просто Ну люди Глубоко несчастные Они даже не могут Порадоваться Своему счастью Мне кажется Там что-то Их можно Их можно даже Пожалеть скорее Ну я там тоже была Там ты тоже была Я просто сделала Да Я сделала Такую Сольку работы над собой Да Что мне кажется Если я посчитай Сколько я психологом Отнесла денег За тренинги За все эти А тебе это помогало? Очень помогало Конечно Ну то есть я 20 лет назад Как раз была в позиции Что ж я такая несчастная В позиции сейчас И два разных человека Но я так хотела Научиться с этим справляться И я безумно благодарна Всем людям Которые меня это научили Помогли Это был долгий путь И я до сих пор Не останавливаюсь Сейчас это обучаю Стараюсь И научилась с эмоциями И научилась с эмоциями работать Не всегда получается Но надо себя принять Таким какой-то есть Вот Но это путь Долгий И я рада Что я никогда не сидела На месте Я всегда росла И как мама И как профессионал И готова была Вкладывать В этот рост На разных Абсолютно В разные области И Маша мне очень много дала Я в 23 года родила Мы с ее папой Разошлись И я могу сказать Что она меня Очень многому научила И все мои Наверное Рост карьерный Это благодаря ей Потому что мне так хотелось Ей дать Образование В Европе То есть я работая А почему ты хотела Чтобы она в Европе Мне хотелось Чтобы у нее был выбор И чтобы она сама Потом приняла решение Вернется она в Россию В Москву Или она пойдет дальше То есть я сама мечтала Учиться Но у моих родителей Не было возможности Мне это Обучение оплатить Поэтому я работала так Что днем я в офисе А выходные И вечерами Мы просто снимали рекламу В принципе так живут Все стилисты Они получают Очень маленькую зарплату Очень маленькую Журналисты Вот это важно Но ты зарабатываешь На рекламных съемках На правитстайлинге И на консалтинге То есть так живут все От Карина Ротфель До Кэти Грант И в Европе Как оказалось Зарплаты Такие же низкие Как и у нас Они в принципе Зарплата заканчивается На четвертый день Ну может быть на пятый Вот И ты начинаешь Свободное от работы Время Полностью тратить его На другую Паралельную работу И как бы получается так Что ты Просто в какой-то момент Изнашиваешься Но Это тебе позволяет Просто работая на износ Покрывать Косты Расходы Связанные То есть у меня был Машина учеба В Англии Приоритет И я не пожалела ни разу Она сейчас учится В Сан-Эндрюс В Шотландии Где училась Кит Миддлтон Изучает историю Она сама выбрала Я не давила Говорю делай что хочешь Мне главное Чтобы ты была счастлива И у нее прекрасный парень Ей нравится очень Шотландия Она мне отправляет Фотографии Каждый день Айвейвей Там читает лекции Какой-то космос Я думаю Боже какая я молодец Что я дала возможность Настояла и дала Это же не просто было Но я ей сказала Всегда я оставляла Дверь открытую Если не понравится школа Через год уедешь обратно Через пол То есть у меня не было Такого что ты должна Ты должна Ты обязанная Деньги потратила Нет Как-то получилось Я много книг читала По воспитанию детей Безусловно Посоветуй так Стоп Давай У нас будет еще рекомендация Сразу Потом мы забудем Какую ты можешь Посоветовать мамам Прочитать книгу Я их наизусть Все не помню Для меня наверное Ключевое было Когда я прочитала Почему дети Не плюются Во Франции Не плюются едой И я поняла Что все что в этой книге Это то что делала я То есть я Машу Брала везде с собой Она ела то что ела я У меня не было такое Что вот малыш Осторожно Все в 7 вечера Лечь спать То есть у нас есть режим Но если мы от этого режима Оттошли Ничего страшного Вот я сажусь завтрак Тьям авокадо Матильда смотрит на меня Тоже ест авокадо Ребенок становится Самостоятельным Когда он растет Вместе с тобой И у тебя нет Вот этого постоянного Разделения Потому что у нас В России Опека слишком Для детишек отдельно Протирают им все Там все это долго И это все длится До бесконечности Уже в институт Пошел парень А ему там мама Все какие-то пюрешки делает Ну давайте так И Я так не делаю Честно У меня как-то Другая дисциплина А большинство так У нас немножко Похожи с Италии Где дети Несамостоятельные В 40 лет Живут с родителями Но для меня Это странно Вот Я отправляю Маша в 13 лет В Англию Я плакала Мне было так страшно Я плакала Меня трясло Для меня это был Просто стресс И для нее тоже Но Как-то вот она втянулась Ей понравилось Если бы не втянулась Конечно же я бы забрала Но и дала ей возможность Стать самостоятельной Потом например Выбирая школу Она в одну школу Поступила С грантом Ну то есть С 50% скидкой Нам сказали Что не надо В эту школу идти Потому что она Стоит в лесу Говорит Идите лучше в ту Которая в городе И мы в итоге Выбрали А вот Кингс Кантербрии Выбрали в итоге Потому что Ребенок До 17 или до 16 лет Получается Живет в лесу Ему некуда пойти И у него начинается Вот эта вся дурь в голове С алкоголем А вот на самом деле Многие бы наоборот сказали Хорошо некуда пойти Пусть живет в лесу И это был тоже Мой абсолютный выбор Как раз думаю Отлично Не будет соблазн Далеко не уйдет Да А оказалось наоборот Наоборот Больше исключения Ребеноку нужна возможность Быть самостоятельно Дать возможность Выйти там В кафе Да даже в тот же бар Покурить там Где-то за углом У меня тоже Маша говорит Я хочу тебе кое-что В чем-то признаться Я говорю Куришь что ли? Куришь? Я говорю Кури Как ты позволяешь Я курить? Но учитывая Она учится Отлично Она никуда Ничего Пусть курит Но это ее опыт Я не курила Ни дня Ни одного Я даже Цигарет в руках Не держала Ну вот такой У нее путь Я сразу сказала Что кожа будет плохая Не знала На что надавить Вот Но именно То есть Я даже бы Представить не могла Что именно город Наоборот Дает возможность Не делать ошибки То что у тебя нет Вот этого Ограничения Ограничения Чем больше ты сдавливаешь Ребенка Вот этой своей опекой И ограничиваешь его Чем оказывается Ну наверное не для всех Вот Матильду я наверное Вряд ли в Лондон отправлю То есть я уже Этот огонек Вижу с детства Да Это уже увидели все Даже наши зрители То есть получается Что ты воспитываешь Старшую дочку Даже слово воспитываешь Как будто в этом случае Не не воспитывала Я была Ну я просто Опять таки Вас видела И когда она Помладше была И постарше И сейчас уже Совсем взрослая девушка Еще год назад Мы вместе Праздновали день рождения К счастью Мне повезло Маша меня пригласила Спасибо Но мне кажется Что у тебя Какой-то другой путь Воспитания Твоего детства Я с Машей была Правда была Жесткой То есть я ее заставляла Делать уроки В Москве Никуда не отпускала Одну То есть вот этот вот Переход в 13 лет Когда она просто Стала жить одна Он был непростым Для меня Потому что до 13 Это был полный Тотальный контроль Но я старалась Не делать тех ошибок Которые сделали Мои родители Сто процентов Сделала другие Вот И в моем случае Меня мама контролировала Наверное До 20 лет Она меня никуда Не выпускала Не отпускала Ни на какие свидания Ну просто вот Я делала только Занималась гимнастикой Делала уроки Все Меня не пускали Во двор на улицу У меня не было друзей Мне не разрешали Приглашать друзей домой Ну то есть какая-то Почему это? Не знаю Вот у нее был Такой страх У меня кстати Ни папа, ни мама Не курили, ни пили У меня вообще Пьющих людей В семье нет Но вот почему-то Она так Таким образом Такая была у нее Любовь и забота То есть она меня Ограждала от мира Полностью Но гимнастика Спорт Чем хорош Что дает дисциплину И тебя правда Не тянет Ни на какие Приключения Ну то есть Я вспоминаю То есть мои какие-то Приключения Начались уже в 37 лет До этого Я вообще просто Ты конечно Есть что вспомнить Но очень незначительные Истории Вот И я ей очень благодарна И ей, и спорту Но в воспитании С Машей Я старалась Быть ей Не взрослым Что-то никто Твоего мнения Никто не слушает А быть на равных То есть На равных можно с ребенком? Можно Ну как родители Нужно договариваться Всегда надо договариваться То есть мы с Машей Например Я ее Хотела заставить Удалиться из контакта Вконтакте Потому что она сидела там По ночам И переписывалась С одноклассниками И я понимала Что ребенок не спит Не отдыхает И я думаю Хорошо Надо ей что-то дать взамен Я говорю Давай заведи Аккаунт В Инстаграме ЖЖ 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 Ну в любом случае Это всегда надо Какой-то компромисс И мы сидели тогда С ее папой за столом И час Мы ее уговаривали Чтобы она сама Сделала это Удалить аккаунт То есть не мы Это сделали Отобрали И это конечно Был надрыв Она рыдала Она все-таки удалилась Никогда туда Больше не вернулась Я очень рада Но это был прям Вот Я прям себя вспоминала Когда меня мама Что-то заставляла делать Думаю Боже Какая я ужасная Мать Составляю ребенка Но я понимала Что это лучше будет Для нее Потому что Очень много времени Тратился на Социальные сети Это вообще Какое-же зло Сегодняшнее время В Инстаграме Ее не так много А в Инстаграме Она вообще практически Не ведет Иногда Чуть-чуть Совсем Было самое трогательное Когда Маша На день рождения Наверное Все-таки Прошлым летом И когда уже У Кати Катя у тебя была Матильда А Сережа Пришел папа С своим Сыном Сыном И они одинакового Примерно возраста Где-то им по годику И то есть Маше Два родителя Просто на ее Восемнадцатилетие По-моему Подарили Братика И сестренку Родители психанули Спустя 17 лет И родили Да, в одно время Да, в один год У Маши появилась Сестра в апреле И брат в июле Они действительно Одногодки С Матильдой Лев Матильда и Лев Мне нравится Что Маша Заботится Звонит Навещает То есть это Очень здорово Что я ей постоянно Говорю Маша Ты должна Леве звонить Папе почаще Там Матильды Видеться То есть То чего мне не хватило В семье Как раз вот таких У тебя брат да есть У меня и брат и сестра Но мы не общаемся Вообще не общаемся Вообще да То мне хотелось Очень чтобы У моих детей Было по-другому И чтобы не повторялась Эта ситуация Вот Но это ошибка Родительского воспитания То что вы в итоге Потеряли близость Мне кажется Что вот Да Наверное так Что-то пошло не так Мама ушла И мы все потерялись Мы все перестали Но пока была мама жива Вы общались Да А там вариантов не было Ну как грустно Ну может быть Это тоже Исправит ситуация Не знаю Каждый проходит В этой жизни Свой какой-то Кармический путь И проработки Видимо это Моя история Что есть что прорабатывать Принятие Прощение Я тоже не подарок Как говорится Человек на любителя Человек на любителя Екатерина Мухина А давай еще Повспоминаем Твои удивительные встречи Потому что ты Конечно Кладец истории Даже мне немножко Так Это краем уха Я слушала Твои истории Даже хочется назвать Байки Потому что иногда Сложно представить Что ты встречаешься С этими людьми Что ты с ними На прямой связи Опять-таки Когда мы вместе Проводили одни каникулы Я видела Что ты не отключаешься Вот ты не тот человек Который Ну я сейчас на каникулах Меня не беспокоить Ты всегда на телефоне Там Эти все чаты Ты всегда что-то делаешь И у тебя какие-то были Уже В этот момент Это кстати было Наверное Время пандемии Пандемии Да У тебя такое количество Было каких-то звезд И вот так Я вот эту обложку Я с этим Я не помню С кем Вот с ним я сделаю интервью Ты такие имена Туда-сюда разбрасывала Что я думала Блин Это реально так Это реально так Мне пандемия Очень понравилась И какой-то мем прилетел Помните Там все Смеялись на тему Что загорать будем В окнах На балконах Да И куча была Картинок смешных Гуляла по интернету И вот прилетела Какая-то картинка Как девушка Лежит на одеяле В окне загорает Я говорю Хочу такую обложку Вот хочу такую обложку Значит мы Лесю кафельнику Надо кого брать Кого-то кто в Москве Леся в Москве Мы значит ищем дом Куда можно Значит в этот дом Никого нельзя Никуда перевозить Группами нельзя Собираться Это запрещено Фотограф приехал В дом Положили этот плед В окно Сняли Потом наложили На окно Отражение Многоэтажного дома Ну то есть там Было такое творчество Да И в итоге Я считаю Это была Одна из самых Ярких Классных обложек Когда она голая Лежит Попой Просто В этом окне С красивой попой Вот Во-первых Это было на злобу дня Мы всегда То есть даже если На что-то было запланировано Происходила Какая-то повестка И мы быстро Меняли тему Реагировали Реагировали Что кстати Для ежемесячника Достаточно сложно Сложно Но мы прям моментально Все переделывали Все Поэтому конечно Команде было со мной сложно То есть мы что-то запланировали Уже что-то отсняли Я говорю Нет мы этот номер не делаем А что? Ну как пример Вот давай Как пример Вот ты снимаешь обложку У тебя уже готов материал И что-то происходит Новый герой И ты меняешь Нет ну например Мы сняли Абрамович Марину Тогда она делала Огромный проект В Стамбуле Который понятно Что так и не состоялся Из-за пандемии И мы хотели Сделать арт-номер В июле Из-за того Что случилась пандемия У нас просто Получилось не 12 номеров А 11 Поэтому арт-номер Пришлось отменить Но все было Вокруг Нее Она у нас снята Мы ее сняли В одеяле В таком Нина Донис В итоге Говорю ладно Делаем Про пандемию Номер Что как мы все Сидим дома Ну то есть Мгновенно А тот материал Вообще никуда не пошел Нет он пошел Просто номер Про арт-номер Он просто не состоялся Все арт Вот эти материалы Нам пришлось Переделать Под какую-то новую тему Которую на тот момент И вот мы сняли Лесю в окне И вот понеслась То есть мы моментально Вот так вот Меняли Уже столько раз Темы героев Просто потому Что были вынуждены Или например У нас Лена Перминова Была снята Для эко-номера Про как спасти планету В итоге Опять же Получилась Это все пандемия Нам просто Все переворошило Все наши идеи Но Я рада Что команда Быстро реагировала И конечно Сложно было Так как всегда Экономии Бюджета нет Я вот помню ВОК Мы летим Я лечу в Нью-Йорк На следующий день Я снимаю С Патриком Демаршилье Диану Вишневу Со съемки Еду в аэропорт Лечу в Лос-Анджелес Рейс задержали На 4 часа Я вообще не сплю И прямо из аэропорта Еду в студию Где я снимаю Солиста Марон Файф И на тот момент Его девушку Анну Велицыну Аню Вот И после съемки Он мне говорит Солист Марон Файф Адам Говорит Поехали к нам На дринг Потом тусанем Я говорю Я спать То есть Вы понимаете Некоторые просто Мечтают Познакомиться С такой величины Артистом Да С его девушкой Потусоваться А я просто И у меня сил И физически просто На ногах уже не стою И это все естественно С чемоданами Со всеми И на следующий день Ты вылетаешь в Москву Я помню Я еще такая Села В эконом-классе Естественно Все это Опять же Оптимизация расходов Я села Вот так вот Свесила голову Я уже все В самолете Прочти заснула Тут открывается Кто-то плохо Закрыл дверцу Мне просто чемодан Порадает на голову Но мне даже Это Просто Я даже не заплакала Мне было уже Просто все равно Мечтало Взлететь И уснуть Побыстрее Ну то есть Вот такая была Нагрузка Ну а Люди встречались Ну фантастические Всегда На пути Один раз Я помню Был ужин Тоже смешная история В Казахстане Туда часто ездила Делала Стайлин Для клиентов Сакс И потом На ужине Мы все сидим Огромный стол И обсуждаем Курсы скорочтения Шахматы Я думаю Как классно Какой классный вечер Какие интеллигентные люди Да Слава богу Меня никто не спрашивает Про тренды Обсуждаем интересные вещи Да В Индии Вот эти все Центры Которые Там даже Позволяют Через Эмоциональный Свой настрой Даже там В начальных стадиях Рак вылечить И Вдруг Начали обсуждать Синельникова Потому что я начала Говорю Ну конечно Говорю Все у нас Все болезни От головы Вспомнила Это вот Вот так происходит Это они делают Курсы Как правильно Как правильно Набрать персонал Ну то есть Уже понятно Такие забавные Истории Почему я люблю Почитайте Вот Винсен Кассель Распродался Мне кажется А давай Сейчас позвоним Сколько сейчас В Лондоне Время А мы В Лос-Анджелесе Снимали Я говорю Столик Давай позвоним И мы Значит Маше звонили И она говорила Хай Хай Маша Там Маша Просто в шоке Розе Хатин Тут звонит Ну то есть Столько Интересных Историй Насколько люди Могут быть Отзывчивыми Добрыми Эмпатичными И Просто Настолько Приятно То есть Ты иногда Трясешься Я помню Наоми Кэмпбелл Когда я снимала Я снимала Раза три Для тайского ВОК Для русского ВОК Я просто Меня аж Колотила От страха Человек спрашивает Как тебя зовут И всю съемку Называет тебя По имени А это вообще У нас не принято Да У нас даже Не спрашивают А если даже Представишься Потом забывают Моментально Это я кстати Да После ковида Родов Это я Я всегда спрашиваю Но с памятью Я была просто Шокирована Поэтому она Королева А какое самое Большое Разочарование Человеческое Вот именно В профессиональной Среде Кстати говорят Удивительно У меня расочарования Особо не было У меня больше Разочарования были В фотографах Наверное Именно как в результате Да Часто бывает Вообще к русскому рынку Относились Так Спустя рукава И видно было Что например Ты какого-то фотографа Заполучил Вот Патрик Всегда снимал Или там Алексей Любомерский Готовился Приходит У него мудборд Он уже все знает Как снимать А некоторые Типа А ладно Россия Да Все сойдет И вот это Наверное Разочарование Когда ты получаешь Такое имя А результат Ты видишь Человек Просто Ты видишь Картинку Уже В мониторе Понимаешь Какой-то Ну Я могу Наверное Лучше снять Вот это обидно Что человек Просто не старается Не потому что Он не может Он может Но сейчас не хочет Как человеческий фактор Да Просто нету Просто такое отношение Халатное Вот наверное Самое хорошее слово В остальном Вот особенно Алексей Патрик Жильбин Симон Это Ну это действительно Великие люди Но они не могли Видно И лыжануться Нигде То есть это же Профессионализм Какая разница Для кого ты снимаешь И вот как раз С Алексием Любомерским Мы сняли Ту самую съемку Где Марина Ленчук Бежит с малышом И потом Ее все Ким Кардашин Все ее Постили У нее естественно Был малыш кукла И девочка Матильдиного возраста Живая И потом там Сто комментариев Мамочек Как вы можете Так ребенка нести То есть они не понимали Потом подставная была голова Монтаж Сделали Фотомонтаж Вот ну бегала Она с этими пеленками Естественно с куклой Нас прокляли просто Все мамы Кучу гадостей написали Но и съемка до сих пор Я вижу у всех Вот ее все до сих пор Постят Наверное миллион раз Уже я это упоминала С Патриком мы сняли Марину Ленчук Которую поставили Потом Диор на обложку Он мне такой присылает Говорит Наша съемка на обложке Диора У меня был просто шок То есть то что мы сняли Для русского ВОКа Именно эту картинку Выбрали на обложку Книги Для меня вот тогда Был момент как раз Что да Я состоялась Никому ничего Больше доказывать не надо Но было много Неудачных съемок Именно потому что Кто-то просто Не делал свою домашнюю работу Не старался А было так Что звезда Не фотограф А звезда Которая на площадке Сбрыкнула И срывает съемку Ну у нас например Кто нас Джейс Бонда играла Темненькая Такая зеленая глазами А Ева Грин Ева Грин Спасибо Ну вот она Я еще для Эли Ее снимала Она не влезла В половину одежды Потому что по-прежнему Сэмплы Они очень маленькие И несмотря на весь этот Бодипозитив Который весь фэшн обсуждает Сейчас очень много Моделей Размер плюс На подиуме Это очень классно Я знаю что некоторые Не поддерживают Я например наоборот Только за Но сэмплы сами Ну то есть я в них не влезаю Ни в штаны Ни в корсеты То есть они на очень маленькие И я сейчас была на показах На последних Мне кажется Они еще меньше стали Ну девчонки ну совсем Прям как дети Они не дети Потому что я знаю что С 18 по-моему лет Стараются брать Но при этом по фигуре Они прям абсолютно Телово читание Ну вот она никуда не влезла Ей штанишки Влезали только до колен Она разрыдалась Ну то есть в итоге Мы сняли 35 портретов То есть чем отличается Хороший фотограф от плохого Даже когда Плохой стайлинг Или неправильный размер Он всегда спасет съемку Вот у нас был Ранкин Он нам спас съемку Он нам знал 500 портретов Евы Гринса С зелеными глазами Она потрясающе красивая У нее такой был Веденский такой немножко лук И ну вот Она расплакалась Она расплакалась И ты в этот момент Чувствуешь себя в 100 раз хуже Потому что из-за тебя Ну неважно Что это бренд отшил Вот такой сэмпл Ну как бы ты же За одежду отвечаешь То есть я всегда С себя Никогда с себя Не снимаю ответственность Всегда чувствую себя Что это я Должна была это продумать Или например Мое любимое Подождите Меховая съемка Приходит звезда И говорит А я не ношу мех А мы говорим А вы не могли бы нас Заранее были бы предупредить Ну ничего не знаю Я мех надевать не буду А у тебя просто Только мех То есть вот такое вот было Это в России? Нет Это все я рассказываю Про западные Или модель приходит У нее 43 размер ноги А нам написали 39 Ну и как бы У тебя опять идут Оп Одни портреты Потому что ноги просто Ну ни в одну пару обуви Они просто все мало Такие вот истории происходят Одна девушка Пришла на съемку С младенцем То есть модель Она была в кадре Кормила В кадре кормила Без няни Малыш прикричал Ну я в этот момент думаю Так ну вот это Почему я не предусмотрела То есть теперь ты спрашиваешь Какие бренды Нельзя надевать Есть ли ребенок На сете Надо ли его покормить грудью Да Носит ли модель мех Ну то есть это только С опытом приходит Я помню Что у нас Собчак Экшен однажды вела Она не отказалась Спасибо кстати Ксении За это Но пришла с Платоном Которого она еще Кормила грудью И она в промежутках Место между торговлей Фильмами Бегала за кулисы Кормить Платона Ну это немножко другое Но тоже это был стресс Для всех Да Но там наверное была няня Все таки Которая с Платоном Няня была А здесь няни нет Она сидит тут качает Ой подожди секундочку Сейчас Вот сейчас она такая Секундочку Ай Матильдочка Ну как бы Ты просто к этому Не всегда Ты можешь быть готов Или например Разрешение не получил Продюсер на съемку И тебя там полиция гоняет Арестовывает То что тебе нельзя Ну как бы Вот просто каждый раз Это какой-то сюжет К фильму Так ну Мы признаемся Что за это время Пока была небольшая перестановка Мы съели очень много колбасы Правда Катя не пила шампанского Я выпила Мы ели паштет А потом мы ели Как это Плов Интересно посмотреть Матильда ела Десертик И вот это все печенье Тоже Матильда Понадкусывала Понадкусывала Да Так что вот человек Который просто Мне кажется Она взбодрила всю нашу компанию Да это может человек Не ну так оно и есть Вот я помню Когда она родилась И мы были на Кристинах На Кристинах было мало А кстати вот Давай светская дружба Существует она или нет Мне кажется Вообще У нас у многих Буду говорить в Москве Стереотипы Что светской дружбы нет В фэшне тоже дружбы нет И мне в этой жизни повезло То есть у меня Прекрасные были коллеги Мне всегда Работа отвечала взаимностью И так же друзья У меня так получается Что некоторые говорят Что вот В нашем возрасте Уже друзей не приобретаешь Приобретаешь У меня Каждый год появляются люди С которыми я сближаюсь Но при этом Предыдущие Остаются Остаются Мы с Дашей Велидеевой Дружим 25 лет А там С другой Дашей Пухаевой Которой мы Тоже познакомились В университете В МГУ Мы дружим там 23 года Это так круто Что в твоей жизни Я помню Снежану Еще простите 23 года назад Когда она появлялась В ресторанах С этой гривой Роскошными волосами Эти длинные ноги Мы тогда еще не были знакомы Какая красивая девушка Вот И вот мы Крестная Крестная Матильда И это здорово Что у меня в жизни Люди Они эмпатичные Они заботливые Все талантливые Каждый по-своему Естественно У всех Сложный характер Но по-другому Наверное У таких ярких Красивых Талантливых людей Быть не может Бывали конечно И ссоры с людьми Бывали Что когда-то Мы близко общаемся Когда-то дальше Вот у нас с Дашей Велидею Так вообще Такой путь Долгий 25 лет Но все эти люди Я очень счастлива Что они присутствуют В моей жизни В жизни моих девочек Маши и Матильды Вот эти все стереотипы Что там богатые все Изменяют Изменяют и бедные И богатые Просто в зависимости Насколько козел Человек или нет Также предают Это не обязательно Быть каким-то Знаком зодиака Или какой-то Финансовой Определенной Категории Категории Да Это не от этого Зависит Это зависит От воспитания От внутреннего стержня От социальной среды В которой человек вырос Вот Поэтому Здесь Это исключительно Это точно не от Советского общества Или от индустрии Ну я согласна С тобой То есть в моей индустрии Я только на днях Кстати говоря Мне сказали Ой, вы знаете Право так плохо отзываются Я говорю Что говорят Ну Говорят Что там Вы можете мужа увезти Я говорю Господи Наконец-то Какая-то хорошая сплетня Про меня Что я сердцеедка Екатерина Мухина Может увезти мужа Сережа Прекрати так смотреть На Катю Да Не надо так смотреть Не смотри ей Вот хорошо Видишь Это она на меня смотрит Я не думаю А еще сказали Что там Ваши коллеги Ну я говорю А кто тебе говорит Ну это там Какие-то Памилии А на что я сказала Ну а я Окружение Или это Нет Вообще Абсолютно нет А я в ответ говорю Что ну раз Там эта коллега Сказала так Я могу сказать Что она суперпрофессиональная Говорю С большим уважением К ней Ну то есть Это очень большая редкость Когда вот какие-то Вот такие Чаще всего Это бывает От людей Которые тебя не знают В основном В индустрии у нас Ну вот мы можем Действительно Я могу позвонить Там В другой Могла Позвонить В другой журнал Конкурирующий Сказать Слушай Я знаю У тебя это платье Умоляю Дай Нет И вообще В этом смысле Кать Для меня Абсолютно Уникальный человек Я возьму на себя Смелость Только я еще Так же Жонглировала По жизни То есть Ты сталкивала А в хорошем смысле Объединяла Необъединимое Потому что Объяснить Что ты могла Из одного издательского дома Без скандала Уйти в другой Поработать там Вернуться обратно При этом Работать всегда Действительно Дружа С разными Главными редакторами Других издательских домов Это людям Не из индустрии Невозможно понять Это практически Закон джунглей Говорит о другом Так делать нельзя Я так делала Ты так делала И мне кажется Что сейчас Уже такой тренд То есть Конкуренты Становятся Реально твоими Ну не то чтобы Друзьями Это хорошо Если друзьями Это как Вилли Дева Но она и до этого Была твоим другом Но они тебя усиливают То есть Как бы это Мне кажется Философия времени Что нам не надо В друг друге Видеть врагов А вот когда мы вместе Мы только становимся Вместе мы сила Да Ну вот например Я запустила этот проект Такое количество Моих коллег Друзей меня поддержали Я запустила гид И онлайн Про платформу Обучающую Как называется Мухинс Да Как вообще появилась Мухинс Когда я инстаграм делала Мухина была занята А я посмотрела Соседняя Случайно нажала на S Мухинс Потом думаю Ой ошибка Зачеркнула Написала Мухина Мухина занята И я думаю А почему бы не вернуться К Мухинс Не просто так Я ошиблась Вот И вот запустила Инстаграм Как инстаграм Мухинс Платформу Где будет очень много Ну будет моды Будут тренды Будут лекции Вот Лекции Которые ты читаешь Да Мы хотим записать лекции Ну это просто То Весь мой опыт Который я Накопила за 23 года Я хотела бы Им поделиться А я очень рада Когда я Могу привнести В этот мир Да У нас Вот так В этот мир Что-то позитивное А Ты же прорекламировала Этот торт Ну это идеальный торт Дина Хабирова Твой тортик Прага Из Грейс Пользуется успехом Ну кто твои лучшие друзья Кто мои лучшие друзья Ох Много Сейчас кто-нибудь обидится Сейчас кого-нибудь не зову Ну Снежана Георгиева Даша Веледеева У меня Прекрасные Институтские друзья Аня Степанец И Пухаева Есть друзья Не светские Но которыми я познакомилась Позже Это Лена Байбакова Маша Бондар Ну то есть Очень из разных компаний А Саша Твой друг С кем ты? Саша это вообще Просто родственник Это не друг Саша Панченко Мы живем в соседних квартирах То есть когда у него там Наверху топают гулянки Я периодически злюсь Потом думаю Только бы его там Ничего с ним не сделали На утро ему названиваются Трубку не берет Я прям переживаю Думаешь Почему? Что случилось? У нас прям Ну семья Мы путешествуем вместе Мы уже давно Такая прям хорошая семья Каждый человек В твоей жизни Имеет такую роль И я ценю Каждую секунду Которую мы прошли вместе Безусловно Общаться со всеми На каждодневной основе Не получается Ну да С нашим ритмом жизни Это наверное сложно Действительно Или невозможно Но при первой же возможности Увидеться Я всегда очень рада Кать А такой странный вопрос Но не могу не задать А вот кто твоя семья? Маша, Матильда и я Три девочки Три девочки, да Вот Это да Это я часто об этом думаю Думаю Зато как здорово Что у меня такие хорошие отношения И наверное Если выбирать Какие-то кармические проработки Какие угодно Но только не с детьми С мужчинами С родителями С чем угодно Да, я с чем угодно готова Но с детьми Это вот просто Я так счастлива Что они выбрали меня А ты не планируешь еще родить? Хочу Но я не сомневалась До сорока пяти Сережа, ты помнишь? Так уже однажды было Потом мы будем снимать Следующую программу Я буду Ты помнишь? Она нам так сказала На кухне Мы сидели под абажуром Матильда ела пирожное И она сказала До сорока пяти Рожу девочку или мальчик? Девочку Магдалену Магдалену Магду Так, держись, Матильда У тебя Где-то там на пятке конкурент Кать, давай все-таки Более конкретно Расскажем про твою Новую платформу Новый бизнес Новый проект Как угодно можно назвать Но это важно Пробуем Пробуем новый проект Это бизнес Это бизнес, безусловно Я никогда То есть это мой первый опыт Безусловно, я читала Много раз лекции Но это было в основном По дружбе, бесплатно И брендам И друзьям Вот Леша Бокова В центре Я не раз читала лекции Мне столько есть Что сказать И поделиться опытом И я уже говорила Нет ничего более Просто счастливого И приятного В моей профессии Когда ты видишь Счастливую Сеющую женщину Которая получила Результат Результат, да Как я обычно работаю Я если работаю Тет-тет с клиентом Я не просто Рассказываю Что с чем совместить А пытаюсь научить За один день За два Сделать так Чтобы дать эту базу Этот пазл Как собрать Все И при этом Чтобы человек Попытался больше Не обращаться К стилисту Не присаживаешь Да, да, да Абсолютно не присаживаюсь Стараюсь дать Максимальное количество Знаний И прикладных знаний Чтобы помочь Человеку в будущем Потому что все-таки Все равно Это потраченные деньги И хочется Чтобы человек ушел Или, например Когда я в САГС работала Я прям просила Тех, кто записался На встречу Пусть приходят С вещами Которые у них лежат И они не знают Что с ними делать То есть эти клиенты Приходили там С какими-то пакетами вещей И мы каждому находили Сет Чтобы это все Давали вещи Новую жизнь И люди оставались Страшно довольными Потому что Ну просто накупить Новых вещей Не каждому эта схема нравится Это просто для них Там потратить Определенную сумму денег Или бывает так Что все стилисты Работают И чтобы не обидеть Стилиста Покупают вещи А на следующий день Их сдают Вот я сразу говорю Мне это не надо Мне надо Чтобы все оставались Как вин-вин Выигрыши Вот на этой платформе Безусловно Будем говорить о трендах Мы сделали гид Сделали его классно Очень модно Сделали классную верстку Как я люблю Я визуальщик Вот мне там Сантиметр влево Сантиметр вправо Двигают Было очень много Энергии потрачено У меня команда Три человека А кто у тебя Дизель Ребята И мне надо Объяснять Как работать Мы говорим На одном языке И я получаю Массу удовольствия Тем более Они молодые У них новый взгляд На вещи И если у меня Свой опыт То у них более Какое-то Свежее Восприятие моды И мне нравится Эта комбинация Меня И их Молодой Энергии Мы хотим записать Курс лекции Мы будем делать Вебинары Когда люди Могут задать Вопросы И если честно Это моя самая Любимая часть Не когда ты только Сидишь что-то Рассказываешь Это можно Открыть интернет Увидеть В следующем сезоне Носим кожаные платья Ну в принципе Об этом пишут Все онлайн Порталы Но как его носить И какое платье Подобрать И самое главное Что я хочу Донести до людей Что не надо Нестись за трендами Надо понять Кто ты И чтобы составить Классно свой Базовый гардероб О котором сейчас Говорят Каждый второй Дело не в вещах Дело в познании Самого себя Как ты себя воспринимаешь Какой у тебя образ жизни Например Некоторые девушки Полностью сосредоточены На своем мужчине И если в моде Простите Фиби Фила Там Былые времена Все хотели Одеваться в селин Это не секси Это абсолютно не секси Я сразу говорила Что вы определитесь Вы хотите быть Модной Или Интересной И желанной Для своего Манкой Это разные Это несовместимые вещи Я поэтому селин Никогда не носила Или давайте Собирать два Эти луки Вы будете носить На выход На светские мероприятия А это К своему мужчине Я это сразу Считывала Предупреждала Или Например Очень много У меня были клиент Бизнес Умен Которых нет времени Вообще заниматься Гардеробом Они летают Они встречаются С премьер-министрами Такого уровня Они летают В Миддл Ис Это совершенно другой регион Тебе надо знать Как быть одетым Протоколу Соответствовать Чтобы никого Не обидеть Не унизить Но при этом Оставаться женщиной На всех этих Извините Собраниях Директоров И когда я получала После этих Собраний В Сбербанке Или где-то Девушка говорила Боже Я сегодня получила Столько комплиментов Это было Это так работает Это так приятно Это работает Что ты Когда уместно Выглядишь Это сразу А это самое главное У меня была история Когда я Начинала работать В Хэллоу Я поехала Знакомиться Вола В Испанию С владельцами Этого издательского дома Они испанцы Но я Как человек внимательный Думаю так Что они любят Но думаю так Шанель И я собрала себе Два лука Я попала Настолько четко Что они мне сразу же утвердили Еще сумку в Шанель Подарили в дорогу Вот так вот Какая прелесть Это была прелесть Абсолютно Это вроде так наивно звучит И вот эта вся пословица Что встречает по одежде Провожает по уму Это все-таки Мудрая пословица Что если за одеждой Ничего дальше не стоит То конечно Это не сработает Но если еще что-то То все-таки Первое восприятие Это очень важное Это очень важно Я полностью согласна Или например У меня клиентки в Лондоне Они сами ведут детей Утром в школу Это уже большой момент Как ты там выглядишь Потому что Все мамы на друг друга смотрят Преподаватели на тебя смотрят И давая какие-то советы Или давая консультацию Ты должен все это спросить И конечно же Это индивидуальный подход Уже тренды встают На второе вообще место А то и на третье Да А то и на третье И вот имея все эти водные Ты это должен соединить Еще с модой Это целая химия Вот это Добавил того Чуть-чуть всего Как аромат делать Хорошо А у тебя есть Индивидуальные курсы Когда Там допустим Я не знаю Я хочу тебе заказать Как это Подборку Разбор гардероба Сколько это стоит От Екатерины Мохиной Ну по-моему Сейчас мы продаем Это за 220 По-моему Или 200 тысяч А что туда входит Туда входит Ну я прихожу Разбираю все вещи Ты прям сама Катя Мохина Конечно Приходит домой Приходит домой И мы вместе Ну как бы Я смотрю Тут надо настроиться Придется примерить Все что висит Мы убираем То что действительно не нужно Оставляем Что нужно Добавляем Я делаю Подборку того Что не хватает И безусловно Все очень сильно Зависит от бюджета То есть если человек Говорит что Меня вот я могу Потратить Не знаю 100 тысяч рублей Значит мы Докупаем Ищем вещи На эти 100 тысяч Благо сейчас Такой разбег В ценовой политике Даже сейчас В России Даже сейчас Да То есть до этого Безусловно было Гораздо лучше Сейчас встали На первое место Так как все Шли с рынка Русские бренды Но у нас Прекрасные дизайнеры У нас Очень сильно Сейчас все Развивается Безусловно Есть сложности С фурнитурой Тканей С производством То есть если В Италии Производство Все на одном месте И ты приходишь В одну компанию Тебе все делают И перекаташи Пуговицы Молнии Там все уже есть То у нас Приходится Молнии Заказывать Из Японии Пуговицы То что делают Отталкиваясь От всех этих Сложностей Это просто фантастика Я с большим уважением И делают класс А кто твои Российские дизайнеры Такие любимые Я обожаю Артемова Обожаю Терехова Газинскую Лес и небо Их много Ты просто говоришь Сейчас с кем ты Не просто дружишь Но кого ты носишь Я перебирала гардероб Я сейчас меняла дачу Весной И перебрала все То есть я какие-то Контейнеры отправила В помощь людям Которые понимают Что мы не носим Ни я, ни Маша А ты легко расстаешься С вещами? Раньше тяжело Сейчас это прям был Вот я думаю Все, пора Вот раз они не были Востребованы столько времени Пора Но какие-то вещи Конечно уникальные Коллекционные Что-то Маша попросила Я так обрадовалась Говорю, ура, наконец-то Ну Матильду мы уже ждать не будем Думаю, что через 18 лет Думаю, купим Дай бог, что все будет нормально И доживем до этого времени Но да Русский рынок Русские дизайнеры молодцы А сколько грузин талантливых? Очень Один Руслан Багинский Чего стоит И кстати так здорово Что когда мы снимали Беллу Хадид Вадим Галаганов стилизовал Потрясающая съемка Тема кожа И в этой съемке Как раз Была кепка Руслана Багинского И Белле так она понравилась Мы спросили Руслану Можем ли мы ее подарить Мы ее подарили И она потом Везде На стритстайле Была в этой кепке Мы были дико счастливы Что это просто тоже Был такой Этап Маленькая ступенька Просветление Ты рассказал Что есть такой Грузинский бренд То что делал Руслан Багинский То что делает Это безусловно Суперпродукт И так здорово Когда Вот такие звезды Для себя стали Открывать Вот эти маленькие Бренды И это безусловно Она хотела сказать Наши Представляете Нас вообще не сломать Ничем Нет не наши Это нельзя произносить Меня сейчас Сейчас это Вырежут Поставят где-то Вытащат мою Обложку Дружбу народов Да И будут мне опять Отправлять проклятие Я просто Я тогда вообще Я до сих пор боюсь Инстаграм вести Потому что Такое количество Хейта Солько я получила Это просто страшно У нас в марте Вышла обложка Где была Дева Кассель И сын Лукаса Натальи Водяновой С выносом Generation Z Сейчас эти Биоэф Бизнес of fashion Прислали мне письмо Дея Катерина Мы хотели бы Обсудить там Тему Generation Z И начали Я сначала Подпрыгнула Думаю Боже Что опять Это тема А потом я поняла Что это в принципе У них сейчас На повестке дня Как они потребляют Моду Что это за аудитория И вот они в письме Мне это расписывают Я хотела сказать Объясните вот людям Что Generation Z Это не всегда Z Да и это Мои коллеги Из Украины Раскачали Это Сказали Что это было сделано Намеренно В поддержку спецопераций Но вот на этом Я наверное Не буду больше На эту тему ничего говорить Потому что Такое количество хейта И все знали прекрасно Наш цикл И что мы Вне политики И мы делали Таблошку В январе Когда просто Представления даже Не имели Что в этом году Нас их ждет Или например Мы снимали С Карлет Йоханссон Это была Первая кутюрная коллекция Альта-мода И Дольче сделали Для каждого рынка Россия Америка Маленькие мини-капсулы То есть Такая большая коллекция В которой Было по 6-8 луков Для каждой страны И нашу капсулу Российскую Вот я стилизовала И Ее представляла Снимали мы С Карлет Йоханссон Россию Россию Да Они так Решили Вот вам С Карлет Йоханссон Мы говорим Берем Виктория Давыдова Была главным редактором Вот мы с ней прилетели Виктория Давыдова Мы с ней прилетели На Сицилию Посмотрели показ На следующий день съемка Ну и там Вот Скарлет оказалась Очень невысокая Прям очень невысокая Вот А там вот такие вот юбки Вот примерно Как этот стол Вот такие Юбки Ну то есть Она пришла Увидела эту одежду Залезла под юбку Там такая прям Как Екатерининская эпоха И сидела под юбкой Говорит Может так буду сниматься Ну то есть Она там спряталась За секунду Там ее вообще не видно было То есть понятно Что все размеры Несмотря на то Что они были подогнаны Под нее Но силуэты Стиль Все расшито бисером Блесками Но это было Совершенно не для нее Ну то есть Это Упрощала ее Наверное Ну Ей не шло это Ну и финально Что основной В этой коллекции Были кресты Она говорит Я не буду надевать кресты Ну в общем О чем Что надо делать Такой ресерч Перед каждой съемкой Кресты убрали Это вынули То не сделали В трениках Снимал сын Патрика Доморшелье А это не Патрик Доморшелье Ну в общем Как-то в конце Безусловно Съемка вышла Тяборский номер Но могло бы быть лучше То есть Таких историй много Вот ты Нереально красивая девушка На самом деле Одна из самых Наверное ярких Красивых По всем параметрам Современного понятия красоты Мы все на любителя А у тебя идеальная фигура На которую все садится Ну практически все хорошо На любитель практически все Ты Вот просто Вот в очаге моды Вокруг тебя Такое количество соблазнов Красивые вещи Красивые Всякие вот Новые коллекции Винтажные коллекции Вот как ты С этим справляешься Или у тебя уже Такая Проф Сбой программы И ты вообще Просто на это уже Не обращаешь внимания И хочу спросить Какая самая безумная Самая дорогая Покупка Для себя Любимой Вот ты сделала Вот из вещей Вот прям Ты потом думаешь Блин Почему я потратила Вот такие деньги на это Вот как ты С этим справляешься И что ты Самое безумное Секу Ну в начале пути Конечно хотелось Все Хотелось вообще Еще такие были коллекции Это не то что сейчас Сейчас все равно Все какое-то повторение Это как это Вот в нашей молодости Да Ну то есть я ждала Я помню первый показ Который увидела Это был Марни Показ Марни Милан Вот этот яркий свет Вот эта музыка Я просто сидела Боже Я сейчас просто умру Умру отчасти Что я тут сижу Это все вижу Все хотелось Вот Стелла Показ был Ты ждал этого Просто Ты даже не понимал Чего тебе больше хотелось Эти вещи снимать На обложку Или себе Или себе На себя Ну то есть Вот такая была Просто такое Вдохновленность Желание Вот это Делать эту красоту Потом произошла Усталость Я поняла Что я в какой-то момент Когда вот была В журнале ВОК Директора моды Я лечу С показа на показ Я просто В какой-то Двенадцать показов в день Встречи Агенты Фотографы Ты каждому должен Уделить внимание Угодить В какой-то момент Тебе орет Там звонит муж Почему ты мне не позвонила Восемьсот раз И в общем В какой-то момент Поняла, что я выиграла У меня просто Все это мне не приносит удовольствия Мне ничего не вдохновляет Ничего не хочется И сейчас Когда спустя время Я вернулась в Эль И мне снова захотелось снимать Я так обрадовалась А сейчас Когда я пропустила Пять сезонов Я захожу на показ Альберта Феретти Не на костылях На каблуках Подхожу Вижу первый ряд Дарья Веледеева Катерина Мухина Я села И думаю Какое счастье Вот такая мелочь Которую я опять же В какой-то момент Не ценила А я на ногах Знаете, чему я уже радуюсь Что я иду на ногах По Милану Зашла на показ И сижу рядом Со своим лучшим другом Я объясню Что Катя Мухина Несколько раз подряд Ломала ногу Нет Не ломала Рвала ахилл Это хуже Да, рвала ахилл Это было два раза Точно в моей памяти И третий раз Она дорвала Но уже без опера Ну и сейчас она Сломала мизинец На той же ноге Ну это фигня Кстати Мне тебя спрашивают Как твои пальцы Я говорю По сравнению с ахиллами Ерунда вообще Это забавно Катя, самая Дорогая вещь Которую ты купила Ну это наверное Может быть не самая Дорогая вещь Которую я купила Но самая полезная вещь Точнее бесполезная Это была сумка Была сумка Флакон Шанель Которую я ни разу Ни разу Так и не вытащила Он Вот этот флакон В коробочке лежит Странно кстати Что его не унесли Потому что Ты знаешь эту историю Что моя ассистенка В течение двух лет Выносила мои вещи Украшения из дома Это ужасно Видимо даже ей Он не пригодился Этот флакон Ну безумно красивая сумка Я каждый раз ее открываю Думаю Баш Просветение искусства От Карла Ну это уже коллекция Это коллекция Ну какие-то безумные деньги Я помню При этом толку от нее ноль Она тут же отобьется Обобьется Но красивые объекты Большая коллекция такая У Яны Рудковской У нее и матрешки И флаконы Матрешку жалеешь Что не купила Да Матрешку Это упущение Правда? А я как-то спокойно Вот видите у нас Ну у нас есть матрешки Нормально С такими походим Походим с такими Просто от Карла Это я тут что-то говорю Как раз Александру Панченко Своему другу Саша Может мне купить эту сумку Он с пакетом походишь Ты с ним прекрасно выглядишь Я говорю Все-все-все-все Не дал психануть Сейчас уже другие интересы Сейчас у меня все нянями мерятся Думаю Купить ли это Думаю Боже Это же 11 месяцев оплаты няни То есть у меня сейчас У меня сразу Или две недели няни Нет Не нужно Но некоторые бывают Три года няни Это вообще мы даже не рассматриваем Это ты про крокодиловый Биркин Ну возможно Это если сейчас посчитать Как бы больше не получилось Да Вообще Да Так чудно все Так чудно Да Это говорю Какими вообще категориями Ну и вообще В формате всего Что сейчас в жизни происходит Ты понимаешь Это вообще все не важно Я говорю У меня сейчас летел чемодан В чемодане разбилась Бутылка красного вина Вся одежда Все в вине Естественно Все Половина на выброс И мне говорит Ты расстроилась На фоне всего Что сейчас в мире происходит Это просто фигня Ну как бы Ну да Ну вещи Ну окей Вот Поэтому да Уже по-другому На все реагируешь Другими категориями Катюш А были страшные истории Ну такие Непростые Слава богу Никто не пострадал Во время наших съемок Но Была одна история Вообще Такая практика Все что вы сейчас видите Стрит-стайл Это обычно Подбирает стилист Эти стрит-стайлы Снятые неспроста То есть звезды знают Что они вот сейчас Выходят И их снимают Да То есть это все заранее Смотрится в зеркале Как идти Каким местом Там и все такое Ну у Джулии Фокс Так вообще там Что не лук То она полуголая Это же надо знать Как повернуться Чтоб тут грудь не выпала Там попа не открылась Вот это прям целый бизнес И если тебе бренд Присылает лук Одежду И ты в ней выходишь Просто делаешь фотографию И отправляешь ее Это одна цена То есть ты появился В этой шмотке То есть Лесе небо Страшно повезло Что она просто Вот так вот бесплатна То есть это редкость Если ты хочешь Чтобы звезда Сделала пост Это там вообще Безумные цены Вот И у меня был пул Русских брендов Которые хотели Чтобы в них вышла Эльза Хоск Белла Хадид И появилась девушка Знакомая знакомых Вот я работаю С такой-то стилисткой Я посмотрела Действительно стилистка такая есть Значит девушку звали Арина Рис Говорит У меня Говорит Выходы есть На все звезд Объявляет цену Абсолютно адекватную То есть мне казалось Что это все стоит Гораздо дороже Потому что когда ты Через агента с АМГ Связываешься Сколько стоит пост Тины Кунаки Или сколько стоит Чтоб Тины Кунаки вышла А сколько стоит Ну я не могу Это открываться Ну это десятки Сколько ней Ну это десятки Пять лет няне Ну то есть это Прям нарядно И тут какая-то Адекватная цена Говорит У меня стилист Моя подруга У нас не бизнес Она одевает Ту-ту-ту У нее выходы Есть звездного стилиста Из Лос-Анджелеса Звездного стилиста Из Нью-Йорка Она может И туда Продвинуть И сюда Ну классно Я предлагаю Это недавно происходило Это происходило Год назад Я говорю Отлично Я предложу Брендам С которыми Я сейчас работаю Консультирую Я предложила Бренды перевели деньги И дальше Началось Самое интересное Арина Рис Видимо Думает Что Подумала Что мы Все Ну Русский рынок Что Извини пожалуйста Да Трикота у нас Прекратились Арина Видимо Подумала Что вот так Можно В принципе Вести себя Посмотрите Что на сцену Доверие Да Даже нам Украшения Присылают На съемку Я ничего Никогда Не подписываю Я сняла На дорожку Да Надела Вернула То есть Все на доверии Один раз Ты что-то Сделал не так Ты просто Вылетаешь Сразу Из бизнеса И никто К тебе Больше никогда Не придет Так вот Все все Оплатили Потом она Пропала Потом она Значит Писала Что она Заболела Потом еще Что-то Потом В общем Длилось это Полгода Я говорю Слушай Все классно Но мне нужно Что-то говорить Брендам Которые За это Заблатили Деньги Она просто Перестала Отвечать Она из России Она из России Ее партнерша Из Франции Переводили Мы все На иностранные Аккаунты А Арине Естественно Переводили На ее личные То есть Она просто Мошенница Просто Абсолютная Мошенница Я с таким Ну я такой Причем На опыте Человек И я с таким Просто не сталкивалась Да Потому что Ты со всеми Общаешься Даже иногда Она не видит друг друга И у тебя все работает Ну вот Одинственный раз Мы тогда Продакшн сделали Неудачный На Джоан Смолс Когда ничего не было Там просто были Какие-то непрофессиональные люди Которые думали Что найти ангар И заплатить за него Это достаточно Это же сделано Да Съемка была Все были забукированы И она И фотограф Ну то есть Просто Не было уровня Да Того уровня Который Ну с таким Я просто А у этой девушки Есть соцсети Конечно есть Да Она там что-то выкладывается Она тут в Париже Тут она Это Вот У меня пока до нее Руки не дошли У меня были костыли Сейчас февральские события Просто было не до нее Но вот как-то будем дальше Двигаться То есть она аферистка Абсолютно аферистка Вот с таким вот Вот и такое бывает Видите 23 года опыта Вот Я думаю Да Видимо пришла я к тому Что надо все-таки Подписывать договор С людьми Вот Не все бывает На доверии Хотя 23 года Таких случаев Ни разу не было Ну как говорится Воровка на доверии Да Катюш Вот еще Беру Бьюти Косметолог Супер Да Давай вперед Не знаю что я надо Но прям вот Прямо ты получишь Нет не надо Но я знаю что Если сейчас увидят Машу Это тут же будет Она тоже знаешь Огромное спасибо Маша любит Она была в Беру Бьюти Все Мы тебя ждем У нас есть Такая постоянная рубрика Рекомендации Нашего героя Нашей звезды И В твоем случае Это может быть Все что угодно От Сериалов До книг То есть нет никаких Обязательств В этом случае Ну Что-то полезное Что может тебя Сформировало Или делает Сегодня тебе Настроение Или Не знаю Настроение Мне делает Винил Пластинки У меня целая коллекция Я купила Сначала проигрываю Фильстарой Потом мне бывший муж Подарил целую систему И с каждой поездки Я покупаю Там еще один диск Дэвид Боуэй Или Кейт Буш Или Флоренс И это такой звук Особенно Когда садишься на балкон Пластинка Свечи Гости Это просто какое-то Прям Необычайное удовольствие У меня очень много книг Мне тут хозяин квартиры Попросил переехать в другую Я просто Практически На другой этаж У него просто Несколько в доме У меня практически был шок Потому что я как-то представила Сколько я этих альбомов История такого дома История Шанель Диор Боленсиага Это просто Хельмут Ньютон Ну Ко мне заходишь У меня там просто Под потолок Журналы Книги Все это Разложено Расставлено Каждая книга Прям Это целая Целая история И сколько мы Это все покупали Таскали на себе Эти все килограммы Чтобы это все Развивать Свою насмотренность Делать мудборды Это сейчас появилось Пинтерест Где ты все можешь найти И сложить это все А раньше этого не было Ты это все искал В интернете Было очень мало базы И в основном Покупала журналы Книги Чтобы это все Просто коллекция целая И это безусловно Просто поднимает настроение Вот так посидеть Полистать Матильда все внимательно Разглядывать Вот Ну старое кино Очень люблю Очень люблю Французское кино Пересматриваю Последнее время Конечно мало Смотрела После того Как ее родила Даже пластинки Кстати мало Стала слушать Музыку стала Вот какой-то Тишины хотелось Вот Но в общем и целом Наверное Музыка И Книги кино Действительно Дает такое Вдохновение Это такое Просто бесценное А помнишь Наши поездки Долгие Когда мы Ездили на море Да Слушали прекрасно Сережины Подборки Это же Просто Такие воспоминания Ты иногда Слышишь мелодию Вспоминаешь Вот Я была Под эту мелодию Там Ты здесь Я здесь очень чувствительна У меня моментально Сплывает Кстати С нами был Саша Как раз Твой родственник Сосед И у нас Очень все Совпало Музыкальный ряд Подожди Кать А твое сердце Сейчас свободно Да Три с половиной года А я абсолютно Сингл Сингл Ну то есть Ты готова к любви Я готова Открыто И Да 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 Есть Газета Из рук в руки Объявление Нет Журнал Флирт Журнал Флирт Да Ну еще там Что